Я вас категорически приветствую. Сергей Александрович, вот обещал рассказать про Щёлокова. Написана тобой целая книга. Никогда не встречал писателей, которые пишут книжки «Жизнь замечательных людей». Редкий слухий. Зачем решил написать книжку про Щёлокова? Вот это наиболее частый вопрос, который мне задавали на сайте, например. Щёлоков в серии «Жизнь замечательных людей», я помню, в одном блоге говорили автор, а когда будет книжка о Япончике в серии «Жизел» и что-нибудь таком, то есть вот людям создана щёлоков такая репутация человека, что-то из этой серии. Хотя, в принципе-то, серия «Жизел» уже давно декларирует, что это просто книги об известных людях, которые чем-то себя проявили, там же есть об Иване Грозном и о многих других людях. Вот, в этом смысле. Но, если серьёзно, это уже сейчас выходит третье издание книги, она вышла впервые в 2010 году, ещё к его столетию. Вот, выдержала в феврале, насколько я понимаю, уже появляется очередная порция в книжах и магазинах. Это очень довольно успешно, можно сказать. Что можно сказать о Щёлокове? Ну, прежде всего, сейчас, поскольку народ не очень-то грамотный, и надо, конечно, хотя бы несколько сказать, что это был за человек, потому что я недавно ехал там с сотрудниками милиции в поезде, и выяснилось, что они вообще не слышали такого человека, Щёлоков. Щёлоков Николай Анисимович возглавлял Министерство внутренних дел в советское время целых 16 лет, больше чем кто-либо до него, после него, за два с лишним века существования МВД. В последнее время он ославлен как какой-то коррупционер невиданный, и уже достаточно давно о нём говорят именно в таком разрезе многие. Он застрелился в 1984 году. А в чём цель вот этих вот рассказов о том, что он коррупционер, извини, сразу перебил? Ну, это большой вопрос, потому что вот эта легенда о Щёлокове коррупционере существует уже лет 30, посчитать, с андроповских времён, сколько прошло. Это одна из самых, наверное, таких долгоживущих чёрнопиаровских историй. Это как Берия – английский шпион, так и Щёлоков – коррупционер. Надо было от него избавиться по каким-то причинам или что? Ну, о причинах мы, может быть, что скажем, они не так простые, где дело не только в личных отношениях Щёлокова с андроповым. Но что касается Щёлокова и чем он отличается от Берии, если всё-таки дело Берии было сугубо политизированным, то Щёлоков, его деятельность была изучена буквально под микроскопом, потому что было же уголовное дело, возбуждённое в 1983 году не в отношении Щёлокова, а в отношении финансово-хозяйственного злоупотребления в МВД, по которому Щёлоков несколько раз допрашивался как свидетель. То есть, в принципе, он перед законом чист. То есть, против него никаких обвинений не выдвигалось? То есть, деятельность Щёлокова была исследована самым доскональным образом. Им занимались 3 спецслужбы – МВД, Комитет государственной безопасности, прокуратура. Мы знаем, что в советское время для них не существовало нераскрываемых преступлений. Под 100% раскрывалось. Причём это следствие велось в обстановке с обвинительным уклоном. На него просто рыли. Его готовились, так по-простому, к роли заключённого номер один. То есть, то роль, которую впоследствии сыграл Чурбанов. Более того, было судебное заседание уже после его самоубийства, по которому был осуждён руководитель хозяйственного управления МВД Калинин и группа его товарищей. Коллег. Да, коллег. И, казалось бы, бери вот эти материалы, и там было всё доскональнейшим образом изучено. Всё, рыли буквально всё. Я потом расскажу, в каких условиях это всё рыли. Бери и предъявляй обществу это всё. Вот если Щёлоков коррупционер, вот кто из наших слушателей знает, в чём конкретно он виновен, например? Вот что люди знают о Щёлокове? Ну, лично мне, лично мне, на память выплывает ровно одно про какое-то немыслимое собрание картин. Да. Немыслимое собрание картин, другие вспомнят Мерседес олимпийский, который он якобы присвоил после Олимпиады. Кто-то вспомнит ещё что-то. Что касается картин, ну сразу вопрос, а какие картины? Назовите хотя бы одну картину, которую Щёлоков присвоил. Ну, назовите, а эта картина сейчас бы где-нибудь демонстрировалась, эта картина. Ведь проводились тотальные обыски в его квартире, в его дачах, там всё перетрясли буквально. И все картины, которые у него были дома, они все ему были возвращены в семью, потому что они все не криминального происхождения. Я вот недавно смотрел по Russia Today обыск на дому у какого-то воронежского чиновника, который заведует дорожным строителем. Бедному человеку деньги настолько некуда девать, что у него, они в мешках стоят, вот в гараже, в мешках стоят, некуда девать, деньги мешками. Вот некуда девать. А у Щёлокова ни одного мешка не нашли, что ли? Ну, Щёлоков вёл жизнь крупного советского чиновника. Он же был министр внутренних дел. Министерство внутренних дел в советское время... Я ещё не удержусь, Сергей Александрович. А картины, я надеюсь, он на аукционе Сотбис покупал, как это сейчас принято у честных чиновников, нынешних честных, на Сотбис покупал. Если речь зашла о картинах, то откуда они, собственно, взялись? Щёлоков был художником. Он с детства увлекался живописью. Он вообще родом из Луганска. Он из Луганска. И он с детства мальчиком ходил, собирал какие-то травы. То есть, он был на этом деле помешан, можно сказать. Он собирал травы, их сдавал. И на эти деньги, как буратино, покупал краски и писал картины. То есть, он сам был художником с детства. Потом его некоторые картины даже в музеях там хранились. Хорошо рисовал? Очень хорошо. У меня Галина Павловна Вишневская, его певица известная, я с ней встречался, Павел Лущёлоков. Она мне рассказывала о картине, которую он ей подарил в своё время. И вся страна знала, что министр интересуется живописью. Поэтому, куда бы он ни поехал, что ему подарить? Он дарит картину. Ту или сяку, это не из каких там запасников. Когда этих картин набиралось определенное количество, он их собирал и дарил в музей, куда-нибудь отправлял ещё кому-то. Я не представляю, как в Советском Союзе можно было что-то подарить из запасников. Для меня очевидно, что такого быть не могло. У него известно, что у него дома были в том числе и картины известных художников, таких как Эвазовский, Шишкин, ещё некоторые. У меня были знакомые, у которых и сейчас есть, у которых есть настоящий Шишкин. Знакомые живут в Средней Азии, туда, когда люди во время войны в эвакуацию бежали, то от голода меняли вообще всё на свете. Вот, в частности, на хлеб меняли Шишкиных. И когда это так представляет, представляют, наверное, что квартира была каким-то филиалом Третьяковской галереи, заходишь, и тебе там Шишкин в полстены. Но следователи, которые проводили обыск в этой квартире, я с ним разговаривал, они говорят, что ты не заметил там никаких картин. Я бы сразу, как бывший оперуполномоченный, уточнил, какова площадь квартиры. Четырёхкомнатная квартира на Кутузовском проспекте над Брежневым. Сколько метров? 350, как теперь у честных чиновников принято? Я думаю, меньше 150, я так полагаю. Меньше 150. Здесь нетрудно посчитать. Четырёхкомнатная квартира. Площадь стен нетрудно посчитать. Если учесть, что на кухне, в туалете и ванной картины не висели, то там не так много поместится. Это маленькие эскизики. Маленькие эскизики, которые покупались тогда, можно было бы купить в комиссионном магазине, скажем, на Арбате. Причём стоили они в пределах тысячи рублей. Самые-самые хорошие. Стоили в пределах даже известных мастеров в пределах тысячи рублей, при том, что зарплата у Челокова была полторы тысячи рублей, когда он занимал эти должности с военными выплатами, при том, что вся семья работала, и у них были даже квитанции подтверждающие. То есть, это не какая-то квартира в полстены. Это была совершенно официально приобретённая вещь в комиссионном магазине. И не так уж и много у него этого было. А кто там был из известных мастеров? Ну я перечислил. Азовский, Шишкин, Фальк, назначали такие. У него были кое-кто из советских, в частности. Ну то есть, утра в сосновом лесу не было. То есть, это как обычно эскиз, это вот что-то вот такое. Не было утра в сосновом лесу и ничего криминального. Там к одной картине были вопросы, я уже сам разобрался, откуда она взялась, эта картина. Потом расскажу просто, что из себя представляет обвинение в его адрес, потому что мне пришлось заниматься всем этим следствием самостоятельно. Ведь поскольку власть компания против Щёлкова, а когда ведётся компания, то расследовать все эти обвинения нет необходимости. Достаточно сказать, что есть подозрения, а людям этого достаточно. Потому что как-то заходил об этом разговор. Что есть и мнение, что он где-то эти картины, может быть, из Эрмитажа присвоил. Недавно нам BBC рассказала, есть подозрения, что Литвиненко полонием отравил Луговой, а им, наверное, руководил сам, известно кто. Этого достаточно, американцы закричали, да, это может послужить поводом к введению дополнительных санкций. Обратите внимание на демократическое судопроизводство. Как? Ничего не доказано, есть подозрения. А потому что если ты начнёшь доказывать, то доказательство может развалиться. Так точно. И, короче говоря, все обвинения в адрес Щёлокова, все были проверены самым доскональным образом. И про эти мерседесы олимпийские, и про эти картины, и про всё на свете. Я скажу, что я объективно даю информацию, я скажу, скажем, вещь, которая мне, например, коробит даже. Я об этом скажу. Но те обвинения, которые предъявляются ему, это чистый пиар. Такой чёрный, грязный пиар. Например? Я просто приведу пример. Ну, скажем, что такое олимпийские мерседесы? Во время Олимпиады 1980 года в Россию было завезено фирмой Мерседес машин, по-моему, 12 штук, которые работали на Олимпиаде с условием, что после Олимпиады они остаются в Советском Союзе, будут обслуживаться. И вот Щёлокова был распущен слух, что якобы три этих машины Щёлоков себе присвоил. И об этом достаточно широко пишут, до сих пор пишут. Вот я нашёл человека, который осуществлял проверку этих машин. Он сейчас жив, это генерал, он доктор юридических наук. Ему в 83-м или 84-м году министр МВД Федорчук, который пришёл после Щёлокова, был его главным врагом, поручил изучить судьбу этих мерседесов. Вот они нашли все 12 мерседесов, эта группа. Они выезжали, сфотографировали номера, всё задокументировали. Выяснилось, что все машины находились в управлении делами Савмина. Щёлоков не имел никакого отношения. Все были в управлении делами Савмина, на ещё какой-то там машине ездил какой-то там заслуженный лётчик, ещё там кто-то. Но Щёлоков вообще ни с какого боку. То есть, это ещё полная туфта. Но до сих пор это встречается, что есть такой слух. Что касается картин, например, я расскажу историю с одной картиной, которую мы вменяют. Это картина Сарьяна, цветы пылевые или что-то такое. То, что я сам расследовал, уже получилось так. Картина следующая. История следующая. Щёлоков едет в Армению. И поскольку он художник, то местные товарищи ведут его к Сарьяну в мастерскую. Сарьян – это знаменитый армянский художник. Уже в то время лета 80, он уже скоро умрёт после этого. И вот Щёлоков, естественно, там очень всё нравится, они общаются, знакомятся. И после этого Щёлоков уезжает в Москву. И через некоторое время ему привозят картину из Армении в подарок от Сарьяна. Впоследствии будут доказывать, что якобы эту картину Щёлоков чуть ли не выманил, не у этого Сарьяна. Украл. Не украл. И было целое следствие, что вот они криминальным способом, каким-то образом эту картину приобрели. Просто так получилось, что человек, который с этим непосредственно связан, жив. Вот этот генерал, который впоследствии стал первым заместителем министра Армении, я его знаю хорошо. И он оказался посвящён в этой истории, поэтому я расследовал этот эпизод. История была такая, что Щёлоков съездил в Армению, армянские товарищи собрались и решают, нехорошо. Министр приезжал, уехал без подарка, что ему подарить. Потом они вспоминают, что ему вроде бы понравилось в мастерской Сарьяна. Они берут каталог, они выбирают какую-то картину. Они действительно напрягают какого-то местного коммерсанта, который у Сарьяна эту картину покупает. Но Щёлков-то этого не знает. И они посылают в Москву эту картину с дарственной Сарьяна с просьбой к Щёлокову, чтобы она висела у него в кабинете. Щёлоков получает картину, звонит Сарьяну, благодарит и вешает у себя в кабинете. После чего в МВД Армении возникает скандал, конфликт. Кто-то на кого-то пишет доносы. История вот этого приобретения картины всплывает. И хозяйственники, естественно, местные говорят, до нас начальство напрягло, чтобы мы это купили. Вся эта грязь выплёскивается наружу. Щёлоков узнаёт и даёт распоряжение. И эта картина переезжает в студию художников МВД. Вот всё. Всё, что было. И его, соответственно, обвинили в том, что он криминальным способом приобрёл вот эту картину. И вот это единственная история, которая ему по поводу картины вменяется. Всё остальное было возвращено в семью, и никаких претензий к этому не было. То есть, это чистая туфта. А давай зайдём издалека. Он вообще каким образом оказался в этом самом МВД? Что за жизненный путь у человека был? Да. Вот, к сожалению, вся эта криминальная история затемняет главного. Главное то, что он сделал в МВД Щёлоков. Потому что Щёлоков, я пришёл к этому выводу, был действительно очень крупный реформатор МВД, можно сказать, даже крупнейший за два века существования ведомства, и он во многом создал современный облик милиции. Причём те преобразования, которые… Я бы не горячился, а современный облик не имеет ничего общего с тем, что он создавал. Да и милиции уже нет. Да. Но, скажем так, то хорошее, если она ещё шевелит как-то своими щупальцами до сих пор, то это во многом потому, что тогда была заложена очень серьёзная база. А как он попал-то? Попал он таким образом. Щёлоков родом из Луганска, это такой рабочий паренёк, который стал металлургом, он закончил институт, как в то время он реализовался как металлург, он возглавлял там цех какой-то. Родился-то он давно, начало? Родился он в 2010 году, в 1910 году. Ага, да. И потом партийная работа, довольно рано, лет в 29, он уже стал мэром Днепропетровска, то есть председателем исполкома. Такие предшественники были у сволочи Коломойского. А Днепропетровск – это один из металлургических центров Юга России. Т.е. это очень-очень высокая работа. Т.е. он фактически с 29-летнего возраста входил в элиту, можно сказать, страны. После этого во время войны он руководил эвакуацией Днепропетровска, участвовал в организации обороны города. С тех пор он знаком с Брежневым, они земляки, близко знаком с Брежневым. Более того, Брежнев даже девушку не увёл во время войны у Щёлокова. Там было так. Затем Щёлоков участвовал в непосредственных боевых действиях. Он воевал, он поднимал людей в атаку, он получил контузию, был ранен. И, кстати сказать, жена его, Светлана Владимировна Щёлокова, которую тоже обвинили впоследствии в каких-то грехах страшных. Она была фронтовая медсестра, она девчонку убежала на фронт в 17 лет. Она выносила раненых с поля боя, имела боевые награды. Они тогда стали вместе. Потом Щёлоков какое-то время работал в Киеве, а затем он стал заместителем правительства Молдавии. И курировал в Молдавии именно тяжёлую промышленность. 16 лет. То есть, 16 лет в Молдавии под руководством Брежнева. Его Брежнев сюда пригласил, когда в Молдавию приехал. Он пригласил его курировать тяжёлую промышленность. И можно сказать, что в этой должности за эти 16 лет Щёлоков фактически и создал эту тяжёлую промышленность. Потому что там было что? Там было вино. Там было... Кино и домино. Там насчёт кино, даже не знаю, вино, там сельское хозяйство. И что интересно, вклад Щёлокова в народную культуру, вот эта знаменитая бутылка, удлинённая коньяка. Белый аист. Да, аист. Это Щёлокова новация. Он подсмотрел эту бутылку где-то за рубежом, вернулся и внедрил её. Это его была идея с этой бутылки. Он был очень успешный руководитель, очень мобильный, успешный. При нём там было создано больше 600 промышленных предприятий, т.е. вся промышленность Молдавии фактически была создана при нём. И когда Брежнев уже стал генеральным секретарём, он его пригласил в Москву на должность министра внутренних дел. Тогда это немножко иначе называлось. Ну т.е. он не был милиционером. Он не был милиционером. Его пригласили как успешного хозяйственника. Как администратора. Как администратора. И перед ним Брежнев ставил довольно скромные задачи. Была в памяти свежая история с Хрущёвым, которого предал КГБ, и Леонид Ильич хотел создать противовесы. В КГБ через какое-то время придёт Андропов, а в МВД – Щёлоков. Вот. Я из его разной корзине. И Щёлокову… Перед ним стояло фактически две задачи перед Щёлоковым. С одной стороны, обеспечивать лояльность, контролировать такую важную структуру. А с другой стороны, давать стране угля. МВД – это одно из промышленных ведомств, пятое, по-моему, в стране по обороту. И он, как человек с технической такой ужилкой, ему поставили задачу увеличить этот промышленный вклад туда. Наладить рабский труд в лагерях или что? Ну, не рабский. В конце концов, всё-таки он занялся агуманизацией системы наказания. И довольно много очень сделал именно в этой области. Ну и плюс в том, время было очень тяжёлое, когда Щёлоков пришёл, ведь были тогда целые милицейские бунты, об этом многие забывают. В городах в десяти были буквально погромы органов милиции с большим количеством жертв. И вот он пришёл… Что-то я про такое не услышал. А что за поводы были? Задержание было на юге, по-моему, в Средней Азии было, кого-то не так задержали… Полицейский беспредел. Полицейский беспредел, да. В общем, был развал в этой системе фактически. И в 1966 году Щёлоков пришёл на эту должность, перебрался. В 1966? В 56-м. То есть это 56 лет ему было уже, да? Да. 46. Да, можно сказать, жизненные. И вот оказалось, что 16 лет его жизни были связаны вот эти самые динамичные в его жизни. И у Щёлокова сразу обнаружилось очень большое достоинство, как у руководителя. Он, естественно, в МВД ничего не понимал. Но именно в той ситуации гражданский руководитель был очень нужен, потому что МВД был ему просто в сильнейшем кризисе. Тогда он назывался иначе – Министерство охраны общественного порядка. Дело не в этом. Только что был Хрущёвский беспредел в милиции, когда милицию раскидали по республикам, убрали верхушку. И постоянные шли сокращения, это имеет отношение к сегодняшнему и нему, к гуманизации. И все очень этому радовались. Будущее, может быть, в народных дружинах и так далее. Радовались ровно до того момента, пока не было всплеска преступности. Буквально чуть ли не на треть подскочило в какой-то момент. Тут же они схватились за голову и стали опять пытаться что-то создавать по уму. Реформатор хреновый, да. Опять создавать централизованную структуру. Фактически Щёлков этим и занимался. Какое у него качество обнаружилось очень ценное, которое впоследствии скажется? У него вот этого члена ЦК КПСС, партиица, такого качества было следующее. Он привлекал людей по профессиональным качествам. Ни земляков, казалось бы, Днепропетровских их перетащили, молдавских, ни одного не претащил. То есть, один там был перевозник его, фамилия его из органов БХСС. Но он не играл там ключевую роль в министерстве. Всех остальных Щёлоков приглашал чисто по профессиональным качествам. Причём людей очень осердитых, ершистых, даже где-то которые ему не симпатизировали. Например, при нём уголовный розыск при Щёлоке возглавлял такой известный человек, как Игорь Иванович Карпец. Это знаменитая личность. Это, может быть, лучший вообще руководитель структуры за все два века. Грудь в орденах, фронтовик. Член международных каких-то криминологических академий. Человек высочайшей культуры, интеллигент, который начинал в своё заседание в милиции словами «Вы что думаете? Я ругаться не могу! Я могу ругаться!» После чего спокойно продолжал разговаривать. Но тут руководитель из тех, куда заходят люди, перед которыми стыдно провалить какое-то дело. Не потому, что он орёт. Потому, что стыдно. Потому, что настолько велик авторитет человека. И интересно, как он этого Карпеца-то вообще притащил в милицию? Он его знать не знал. Это не молдавский товарищ. Не питерский никакой. Этот человек, он просто знает, что вот есть такой авторитетный человек. Он работает, прекрасно живёт. Он возглавляет научно-исследовательский институт. Я не помню, там в плене прокуратуры. И он решил его затащить к себе. А желающих занять должность вагон, маленькая тележка, правильно, должность-то какая? И, казалось бы, свой человек должен быть. Ведь глава уголовного розыска – это тот, кто в курсе всего. Надо своего поставить. Если бы он был коррупционерный, он бы какого-то своего туда потащил. Нет, он тащил корпеца. Он там до Брежнева дошёл, с тем, чтобы его перевели. И Игорь Иванович, действительно, это было золотое время для уголовного розыска. И для него. Он там 10 лет работал. Посол на них был. Конфликт возник. Но, тем не менее, вот эти 10 лет золотые, он был в милиции. Ну, и других людей. Таких, как Крылов, например, Сергей Михайлович. Это другой человек. Это человек, который создал Академию внутренних, Академию МВД создателей. Такой был реформатор. Он взял его из КГБ. Он был преподавателем КГБ. Из разных мест он ещё его выбрал. Там большой список людей, очень-очень профессиональных. Сейчас этим людям памятники стоят у них там на родине. Ведомства называют их именами. Это были люди, высочайшие профессионалы. Они не были его друзьями. Это были люди, привлечённые по деловым качествам. И вот уже эти люди при нём и стали, в принципе, мотором реформ, преобразований, которые возникли в МВД. А он просто фактически был первым лицом этого. А что же он делал? Многие вот эти преобразования очень упрощённо говорят. Вот там повысил зарплаты какие-то в милиции. О чём всё известно? При Щёлокове. Все так воспринимают, что Щёлоков – это такой типичный хозяйственник брежневского такого типа. Сильный руководитель, с хорошей крышей, который всё решает. Чуть что может пойти к Брежневу, позвонить трубку, квартирку дать, чего-то такое. Поэтому всё как-то крутится. При этом себя не забывает. Допустим, вот это к Щёлокову не имеет никакого отношения. Щёлоков был человек очень динамичный. Он был учёный. Человек, который всю жизнь учился. Люди, приходя к нему на встречи, видели перед ним книги лежащие, которые он изучал, готовясь к встрече со специалистами. Они были с отметками. Он был очень хорошим специалистом и в экономике, с опытом работы в Молдавии. Он был доктором наук экономических впоследствии. Этот человек разбирался в оперативной деятельности. Он стал специалистом в милицейской деятельности. Он такой был очень основательный человек. Значит, он был человек науки. Он был очень спортивный. Он занимался спортом. Он не курил, не пил. Он не любил каких-то застолий. Его интересы лежали в области театра, вот такого высокого искусства. Он любил театр посещать со своей женой. У него за столом домой к нему приходили люди Шестакович, Хачатурян, Вишневская с Ростроповичем и другие люди. И если мы вспомним, то вот этот главный концерт советского времени – День милиции. Это же не сейчас эти обалдуи смехачи. Это Ольстрах, певцы Большого театра. Это же человек уважал свою аудиторию тех же милиционеров. Такие люди там выступали. И, в принципе, он сохранял такую бодрость и энергию до конца жизни. Мне рассказывали исследователи, когда они его увидели. Ему было 72 года. Они удивили, что он легко двигается, быстро поднялся по лестнице. Он лет до 70 катался на коньках регулярно. Он был такой человек очень спортивный. Он нетипичный человек, совершенно нетипичный человек вот такого брендерского времени, о чем сейчас многие думают. Он из них очень сильно выламывался. Он в наши дни был бы очень хороший, современный руководитель, динамичный. Потому что, как мне сказал один из очень авторитетных сегодня людей, он говорил, что сегодня как новшество проверяется в полиции и милиции, в то время либо внедрялось, либо обсуждалось. Тогдашняя милиция в научном плане была очень-очень передовой во всём мире. Во всём мире она ценилась. Поэтому Щёлоков, если мы просто перечислим крупное, что он сделал, система образования. Милицейского. Милицейского. До Щёлокова в некоторых подразделениях даже среднее образование было редкостью, скажем, в патрульной службе. После войны там недавно было. Даже среднее было редкостью. При Щёлокове он создал 17 высших учебных заведений, плюс академию МВД. При Щёлокове, то есть до Щёлокова, как мне рассказывали, скажем, на уровне, допустим, области была редкость, чтобы, скажем, в уголовном розыске работал человек с высшим образованием. Была редкость, скажем, в Туле я узнавал, там работал один, например, человек. При Щёлокове это уже была редкость, чтобы офицер уголовного розыска не имел высшего образования. Это было обязательно. То есть он образование, плюс большое количество средних всяких там учебных заведений, систем подготовки, вся эта методическая литература, курсы всякие учебные и так далее, и так далее. Вот это образование. Другое важное направление его деятельности – это профилактика преступлений. Вот это то, за что Щёлокову нужно ставить памятники просто. Это очень не так просто людям объяснить, что это такое, профилактика преступления, но это настолько важно. Настолько важно. Все знают фразу, что преступление проще предотвратить, чем найти преступника. О том, что это очень важно, говорили в нашей литературе со времен Радищева, например, говорили, но никто ничего не делал. А Щёлоков, поскольку он был такой человек с педагогической жилкой, он очень любил, все время читал педагогическую литературу, очень интересовался всегда этим делом. Он занимался этим много. Что было сделано? Было, во-первых, приглашено в МВД большое количество людей с педагогическим образованием. Вообще про МВД при Щёлокове говорили так, что в МВД педагогов больше, чем в Академии, чем в Министерстве просвещения, а культурных людей больше, чем в Министерстве культуры. Мне рассказывал один деятель культуры, в то время Министерство культуры вызвало какой-то дуболом, когда побывали на коллегию у Щёлокова. А там люди культурные, вежливые, хорошо образованные. Они говорили, там бы такого министра культуры в стране, каким был Щёлоков. Они привели кадры педагогические. Была создана вот эта система опорных пунктов, когда по месту жительства есть в тех местах, где сейчас какие-то там злачные заведения, какие-то там игорные, я не знаю, там находятся. Там стояли опорные пункты милиции, куда человек мог всегда обратиться зачем-то. Система участковых, например, она входила в состав уголовного розыска. Это абсолютно правильно. Это абсолютно правильно. То есть участковый был заинтересован в раскрытии преступлений. Он был обязан знать свой контингент. И там половина преступления раскрывалась по горячим следам. Когда где-то что-то обокрали, сразу к нему бегут, хватает людей, они бегут по тому посему и сразу находят людей в соответствующем среде. И фильмы Анискина, они ж не зря в то время появились об этих участковых. И до сих пор, когда говорят, что нам нужен участковый, говорят, нам нужен Анискин, и сегодня вспоминают вот этих Анискин. Вот это было при Щёлокове. А вместо этого снимают теперь бригаду и ментовские воины. Да, ну это о культурной политике отдельно можно поговорить. Затем вся система работы с несовершеннолетними. Детские комнаты милиции сначала, потом комиссии по делам несовершеннолетних, куда входили и милиции, и всё на свете. Но милиция была за копёрчиками этого всего дела. Это совершенно огромная работа, которой даже невозможно вот её ценность представить. Ведь все вот эти несовершеннолетнии, трудные, они же все были на учёте во всех регионах. Я сам был на учёте. Да, многие... И они этим занимались. Милиция была за копёрчиками. Создавались трудовые лагеря всякие для этих людей. Трудновоспитуемых подростков. Есть очень хороший художественный фильм. Всем, кто не видел, настоятельно рекомендую художественный фильм «Пацаны» с Валерием. Приём их в главной роли. Весьма показательный. Ну, это ещё и в 20-е годы система создавалась другими уже органами. Вот Щёлоков этим занимался. Ну, это довольно долго говорить о системе профилактики. Важно то, что... Или взять, например, скажем, систему исполнения наказаний при Щёлокове. Ведь при Щёлокове был создан институт химии. Что это такое институт химии? Это отбытие наказания без заключения под стражу. Да, без заключения под стражу. Ну, туда, как правило, переводились люди, уже отбывшие какой-то срок, но в том числе туда и посылали сразу после. Ведь Щёлоков, человек передовой, он был вообще противником того, чтобы за мелкие преступления людей отправляли под стражу. Прекрасно понимаешь. И там люди только бандиты на туда возвращаются. Вот. Он был сторонником того, чтобы, скажем, малолетних вообще там, скажем, срок до трёх лет, чтобы вообще не заключать под стражу. Он был очень передовой в этом смысле человек. И вот эти люди – химики. Это же огромная социальная работа. То есть, человек, он не выпадал из социума. Он… Я в Сибири работал, я этих химиков видел. Они были с нами вместе, мы с ними взаимодействовали. Они жили на свободном поселении, работали на стройках. Там были семьи. А этих людей доходило до полумиллиона человек. Они работали на стройках народного хозяйства. И была ещё и экономическая здесь составляющая. Все эти трубопроводы и прочее они строили. Но всё равно в социальном плане это огромное дело. Ну, ты знаешь, я вот тут перебью. У нас есть же Светоч во всех наших делах. Это Соединённые Штаты Америки, в которых всё устроено, безусловно, правильно, единственно, верно, и так и должно быть. Вот наши граждане, получившие срока, осужденные за различные преступления, они отправляются в лагеря, как правило. В лагеря, в которых они работали. При советской власти они все работали. То есть, на Западе это всегда была попытка преподносить это как некий рабский труд. Многие не знают, но когда в наших гулагах валили лес, и этот лес в 1930-е годы продавали за кордон, это был тогдашний аналог нынешней нефти, то многие западные страны, там, Англия, США, ну, все наши лучшие друзья призывали не покупать русский лес, потому что он добыт рабским трудом. Но все эти «рабы», в кавычках, почему-то получали за это зарплату. И после отсидки выходили, деньги эти потратить было нельзя, а их можно было получить на руки только в конце. Соответственно, выходили с неплохими весьма деньгами на руках. Это раз. Во-вторых, значит, из этих денег они покрывали нанесённый другим гражданам ущерб. Это два. Ну и номер три – они, перевыполняя план, сокращали срок отсидки. Лагеря были поделены на некоторые разновидности режима – общий, усиленный, строгий и самый свирепый режим, который у нас предназначался только для рецидивистов, для воров в законе, людей, которые там себя уже туши свет, крытый, он же тюремный, т.е. это худшее, что можно только вообразить. А в Соединённых Штатах с него начинается. Для вас, для всех – тюрьма, дом родной, работать там нельзя, т.е. есть места, где можно работать. Сейчас в связи с капитализмом они это дело теперь пересматривают, оказывается, это полезно, когда заключённые работают, возмещают ущерб, зарабатывают сами и прочее, и прочее. Даже само название они тут недавно вспомнили, что пенитенциальная система, пенитенчен – это раскаяние, т.е. ты там исправляешься. Они долго смеялись над советским, так сказать, институтом исправления, исправительно-трудовые учреждения. Исправляют они. Так а главное, что они сами стремились работать, потому что если ты работаешь, срок гораздо быстрее идёт. Гораздо быстрее. Из мест, где исправляют судьбы, ну да, т.е. я не знаю, на мой взгляд, абсолютно здравый подход. Я недавно, несколько лет назад был во Владимирском централе, так получилось. Я знал, что там огромное количество людей мечтает работать. Конечно. Конечно. А один из пяти, может быть, получает какую-то работу. Это же уже речь не идёт о работе в условиях преснопамятных времён, когда человек насмерть убивается. А речь идёт всё-таки уже о какой-то регламентированной работе. Когда у тебя есть достаточно тёплое помещение для жизни, уже ты действительно получаешь деньги. При Щёлокове в зонах появились, например, ларьки, где можно стало что-то купить. При Щёлокове появилась возможность переписываться элементарно. Ведь человек раньше просто исчезал. Я не помню, может быть, раз в год он мог написать или ещё что-то. Свидания те же. Была такая гуманизация. Но главное, конечно, по линии химии, то, что он сделал для людей и для государства, здесь была такая комбинированная задача, почему ему это и удалось, почему это было оценено наверху. Это просто говорит о его комплексности. Это была система создана в 1978 году, вот эта химия так называемая. Но, кстати, сказать, а знаешь, кому зэки из министров больше всего считают обязанными? У меня есть знакомый… Неужели Берий? Он это было давно там про Берию, я не могу сказать, Бакатина. А знаешь почему? Нет. У меня есть знакомый, он что-то там больше 25 лет пребывал, он сел при Хрущёве и вышел при Ельцине. И вот когда я писал книгу о Щёлокове, вот в деревне, где он живёт, начиная с определённого момента, когда мы уже познакомились достаточно, чтобы я мог влезть к нему в душу, прошло несколько лет. Я говорю, всё-таки, а кто… что ты помнишь при Щёлокове, когда ты сидел и так далее? Вот он рассказал послабление, потом говорю, а Бакатина, не больше за что упоминаю добрым словом. Дело в том, что до Бакатина пребывание в ШИЗО, в штрафном изоляторе, не шло в зачёт срока. То есть, по идее, если ты в плохих отношениях с начальником, ты можешь вообще не выйти из зоны. А при Бакатине стало включаться в срок. За это обстоятельство они… он, по крайней мере, вот этот человек, это мы… Это ты говоришь про серьёзного уголовника, который входил в отрицалово, сидел в ШИЗО, в бурах постоянно, основная масса там не сидела. Я просто так, ремарка. Это то, что касается системы исполнения наказаний. Вот что интересно, вещь, которая Щёлокова характеризует прямо, ну, скажем так, как нестандартного человека. Вот я расскажу эпизод, который никому не известен почему-то. Хотя, казалось бы, такие вещи и надо собирать для историка, для людей. Есть такой адвокат Светлана… Господи, Светлана Николаевна, по-моему. Значит, она была адвокатом, и она, будучи адвокатом, договорилась со Щёлоковым, что она будет ездить по этим зонам и смотреть за соблюдением, скажем так, прав человека. Это была такая уникальная женщина, которая ещё до Щёлокова, она была адвокатом, и она была известна в этих зонах. Ей писали люди с жалобами на всякие там содержания, она получала мешки буквально, писем. Вот. И когда пришёл Щёлоков, она совершенно неожиданно написала письмо туда, в министерство. Ну, без всякой надежды, что я прошу дать мне возможность посещать места заключения. Вдруг неожиданно, это 60, может быть, седьмой год где-то. Вдруг неожиданно ей звонок. Она поднимает трубку. Это, говорит, Щёлоков мама. Она думает, разыгрывая. Он говорит, вы хотели со мной встретиться, по какому делу? Она говорит, ну вот так и так, ну зайдите ко мне. А он же был педагог, он очень любил, его заинтересовало само вот это предложение. Она приходит к министру советскому, члену ЦК КПСС. С такой идеей, говорит, вот я хочу, чтобы вы мне дали корочки сотрудника, допустим, милицейских газет, чтобы я имел возможность съездить по звонам и смотреть, где как, чего там выполняется. Он был совершенно изумлён её. Она с детства мечтала работать, быть педагогом. И он ей даёт такое разрешение, даёт. И она правозащитница, он же не знает, что от неё ожидать. Она ездит, это настоящий правозащитник, который действительно защищает права обездоленных людей, которым больше некуда обратиться. Она ездит по звонам, это же не просто так приехать, она постоянно должна звонить и всякое содействие просить, потому что ты можешь приехать куда-то, а тебе ночевать негде, допустим. Звонят в министерство, просьба помочь, звонят, распределите. Человек совершенно чужой. И она 16 лет ездила по этим зонам. И приезжая, никто об этом не знал. Если бы он кому-то и сказал в политбюро, ему бы сказали, ты что, псих, что ли, щёлоков, ты кого-то запустил? Если ты хочешь гуманизировать, обратись в ЦК, напиши записку, мы обсудим, а ты кого запустил тогда? Завтра по голосу что-нибудь сообщить, понимаете? Вот. Но его, во-первых, эта женщина восхитила вот такая, её желание. Ведь он ей сказал, вы знаете, вы имеете в виду, что это очень опасно, вы можете в этой зоне получить от людей. В частности, однажды на неё было и нападение совершено. какой-то псих там на неё напал, нанёс там много ран, её там зашивали, и она лежит дома. Вот. И, короче говоря, возвращаясь из этих поездок, она звонила в Щёлокову, они встречались, и она говорила то, что она там видела. Ну, например, она говорит, что вы знаете, там-то, там-то туберкулёзным бараком, это неправильно, или там стоки какие-то вредные. Щёлоков через какое-то время ей звонил и говорил, вы знаете, исправлено, перенесено. Понимаете, он мог бы не делать. Она говорит, вы знаете, а там пайки там маленькие, или там что-то. Это говорит о том, что человек не просто занимался своей деятельностью там обо чего, а он… Наладил обратную свечу. Ему его смысл интересовал этой работой. И так длилось 16 лет. Никто об этом не знал, это не показуха. И она у неё дома была. Она потом мне рассказала, что она там видела, видела ли она там какие-то богатства или чего. Вот. И когда на неё там было совершено нападение, она лежит дома вся перебинтованная, вдруг, она говорит, заходят люди в Бараньих Шаповых, генералы приехали МВД. И он, министр, приезжает к ней и говорит, ну что, вы передумали ездить? Она говорит, нет, я излечусь, буду ездить. Он говорит, ну вообще, женщина. Молодец. Молодец. Вот такой эпизод совершенно удивительный. У него был и другой эпизод – это то, что он связанный с Ростроповичем и Вишневской. Известно, что когда он написал же письмо в защиту, фактически Солженицына в ЦК КПСС, это произошло следующее. Это опять-таки его характеризует как человека совершенно нестандартного. История была следующая. Ведь, когда Ростропович и Вишневский вышли в конфликт с тогдашней властью, они уехали за границу в 1974 году. А в конфликт вошёл потому, что они Солженицыну у себя на даче приютили. То от них, естественно, все отвернулись, а Щёлоковы продолжали с ними поддерживать отношения, приезжали к ним в гости. И я когда встречался с Вишневской в 2010 году, я очень интересовался этой историей. Я говорю, а как вообще так получилось, что крупнейший руководитель Советского Союза к вам приезжал, продолжал отношения? Может быть, это кураж такой. Человек был настолько убеждён в своей дружбе с Брежневым, что он этим занимался. Она говорит, нет. Но здесь, как водится, много зависит от личных связей. Просто так получилось, что отец Ростроповича во время войны, и сам Ростропович, когда они приехали в Оренбург в эвакуацию, так получилось, что их приютил отец Светлана Владимировна Щёлокова в эвакуации. Они у него жили. Ростропович жил у него. И они это случайно, когда выяснили, вот между ними возникла такая человеческая связь. И когда поэтому от тех все отвернулись, то Щёлокова, она говорит, меня удивляло, что он общался, как ни в чём не бывало. Они говорят, что ко мне приезжают сюда, а у нас вокруг дачи демонстративная слежка. Ведь, говорит, их же дача находилась на территории секретных физиков, секретных людей. То есть, там не имело, где у них Солженицын жил, я видел этот флий, где он там существовал, был у них, она меня наводила, показывала. Вот. И когда они приезжали, слежка там стояла. А мы, говорит, откровенно разговаривали. Они, говорит, общались, как ни в чём не бывало. Нам обменили всякими впечатлениями. Вот. И там же они видели Солженицын какие-то шашлыки там делали. Более того, Солженицын попросил Щёлокова привезти, он писал тогда август 14-го, и попросил карту военных действий в Пруссии в 14-м году. И Щёлоков, ему привозят эту карту, добывают где-то в штабе, и Солженицын по этой карте описывает вот эти самые события. Поэтому в его книге бодался телёнок с дубом. Отражено. Отражено, что Щёлоков – единственный советский чиновник, о котором Солженицын пишет нормально. И, естественно, тогда он ещё воспринимался, Солженицын, как человек, автор «День из жизни» Ивана Тенисовича, про ГУЛАГ никто не знал, естественно. Вот. И когда начались, вот ему дали Нобелевку Солженицыну, и возник вопрос, что с ним делать. То ли его законопатия там вообще на северах, чтобы никто не добрался, то ли что с ним делать. Щёлоков пишет письмо в ЦК, в защиту. Ну, в защиту не столько Солженицына, где он говорит, что надо иначе отнестись, надо квартиру дать человеку, какие-то такие вещи. Наивные, конечно. Почему наивные? Иосиф Виссарионович Сталин, у него были инженеры человеческих душ. Тебе хату в сталинской высотке, автомобиль победа лучших баб. И тут они начинали советскую власть любить, обожать, писать правильные песни, замечательные книги, ставить великолепные фильмы. А как только хозяин поменялся, посмотрите, что они делают сейчас. За те же самые деньги, машины, квартиры и баб. На эту тему мне сразу вспоминается тульская история. Был такой Кузнецов, автор Баби Яр, который убежал в Англию в 70-м году. Да. Страшная книжка. Ну, он убежал, этот человек, который возглавлял партийную организацию Союза писателей. И мне менты рассказывали, что от чего он убежал-то, он же там был ярым антисоветчиком. А бежал от того, что его менты хотели привлечь за совращение несовершеннолетних. Когда понял, что кольцо сжимается, сначала долго он использовал административный ресурс, как партийный деятель, а когда понял, что они его всё-таки хотят укатать, он взял, убежал туда. От тоталитаризма. От тоталитаризма и стал борцом. При котором нельзя совокупляться с детьми. Ну вот, короче говоря, история там была следующая, что Щёлоков, я спрашивал Свишневский, как так произошло. Вот человек пишет письмо ЦК. Суть в том, он говорит, что надо учесть произошедшее с Пастернаком, не повторять ошибки, не позориться перед миром, он, конечно, больше всего это интересовало. Дать человеку квартирку, опубликовать, что-то такое, глядишь, это всё успокоится как-то, вот смысл. Но всё равно это был поступок такой. Конечно. Да, ему там дали по башке в ЦК, и ему сказали, ты вообще там с дуба, что ли, рухнул. После чего он получил… Рамсы попутал. После чего он получил сердечный приступ и отлёжился в больнице, Щёлоков. Всё было не так. Я думаю, конечно. А Вишневский говорит, он писал это сам, я к нему захожу, и мы, говорит, обсуждаем. И обсуждаем, причём что? Он говорит, что раз Николай первый же смог приручить Пушкина, почему бы здесь так же не попробовать? Вот они, вот эти чиновники как бы советские, вот у нигде мысли-то были в каком направлении. Вот. Вот такая история. Когда он получил по мозгам. И что касается Вишневской и Растроповича, я вот с Галиной Павловной много разговаривал. Что у неё было, она много интересного рассказала об этом. Она у них из дома не выводилась. Она говорит, когда я уже там, живя в Париже, узнала историю со Щёлоковым, посмотрела фильм о том, какие у него сокровища изъяли. Ещё и фильм есть. Фильм был, да. Ведь на Западе пустили слух, что жена Щёлокова стреляла в Андропова. Помнишь такой слух в советское время? В лифте там что-то такое. С двух рук по-македонски, но не попало. Да, но это было чисто такого производства, ясно какого производства. И вот она говорит, я увидела фильм, ну манера-то известная, когда человек приходит в квартиру, собирает себе там стекляшки за столом, нашмыривает деньги, ой, щёлоково это всё, да, смотрите. Она говорит, господи, в каком антикуарном магазине они всё это снимали? Я же, говорит, там не выводилось оттуда. Это была обычная советская квартира. Вот по их, по меркам крупных артистов того времени… Не бедствовавших, да. Они были, по сравнению с ними, они были очень скромные люди, нищие. Они по советским меркам были богатые, а для них это было неровно. Он говорит, они жили в скромной квартирке, 4 комнаты всего-навсего, мебель была, ну стенка там какая-то. Какой антиквариат? Кто станет жить в антиквариате? Это обычные импортные вот эти вещи купленные, библиотека. Она говорит, да я что-то картину особо даже и не помню, там что-то там может быть. Библиотека – да, это у него библиотека, он её собирал. Вот. Откуда они это, в каком комиссионном магазине снимали, она говорит, это всё возмутило эта вещь. Вот. И когда… Ну они продолжали общаться как ни в чём не бывало, это всё-таки их характеризует как людей, я имею в виду Щёлокова. Да. Да. Вот. И когда Ростропович давал последний концерт перед отъездом в 1974 году, они распространили билеты по всей там элите, и мне Вишневская говорит, по-моему это было в зале Чайковского или там где-то. Мы, говорит, сидим, а первых три ряда пустые. Естественно, никто не пришёл. Заходит в Щёлоковце, демонстративно, садится рядом со мной. Вот это она подчеркнула свои чувства. Это не кураж, это не так безобидно. На мой взгляд, это просто элементарная человеческая порядочность. Абсолютно, да. Вот. Притом, я думаю, что они… Ясное дело, что вот эти выдающиеся артисты были сами люди не подарок по характеру. Конечно. Мы сейчас это не обсуждаем. Но это не важно. Мы сейчас говорим о том, что вот этот человек чиновник, он был человек, прежде всего, со своими… в котором его чиновничные эмоции вовсе не преобладали. И я скажу даже больше, что почему я, собственно, занялся этим делом уже не… ну, душу стал вкладывать, скажем так, в эту работу. Потому что, когда я о Щёлоке уже узнал о тех качествах, которые чиновникам большинству не свойственны, например, доброта, например, то мне действительно уже захотелось всё-таки человеку сказать справедливые вещи. Доброта… он действительно был очень добрый человек, это видно по его дневникам, которые у меня тут опубликованы, дневникам. Он вёл дневники. А где их взял? Кто тебе дал? А они у сына хранятся. Это такие тетради, которые он всю жизнь вёл в дневники. Но он записывал не события в своей жизни, а какие-то вещи, которые у него возникали. Он сам это всё писал. Он был… допустим, человек уезжает во Францию, за границу. О чём думает чиновник, выезжая за границу? Современный. Ну… Не будем говорить, мы знаем, да. Прослушка… Прослушка сейчас публикует. Что те, что другие, понятно, о чём они обсуждают там. Да. Вот. А человек садится и пишет. Вот что бы такое сделать, чтобы дети не попадали в малолетние преступники? Вот почему у них нет пьяных на улице? А почему у нас валяются? Вот как бы так вот. Человек начинает думать. Об этом у него постоянно мысли. Вот что бы такое сделать для этого? И он пишет иногда там несколько страниц. Видно, что человек несколько часов потратил на это дело, чтобы записать какие-то свои соображения. Вот. Значит… И вот что касается его доброты. Значит, это было основное его качество, я бы сказал. Основное качество было доброта. Его помощники знали, что если к нему на приём попадал какой-то человек, то обязательно он выйдет с положительным решением. Ну, например, там… Я просто приведу пример. Например, вызывает он на ковёр какого-то там полковника, чтобы дать ему «нагоняй», потому что там с письмами они как-то плохо сработали, из ЦК пришла жалоба, что не ответили вовремя на письмо. Он его вызывает, чтобы ему, значит, «нагоняй» сделал. И тут заходит, а у него экзема на руках у полковника. Человек ему ругает, он говорит, «а что у вас с руками-то?» «Ну, товарищ министр, извините, экзема». Он говорит, «а вы знаете, есть средства. Я вам его принесу». Человек выходит, вызвали на ковёр, говорят, что средства принесут, вылечить руки. Сейчас какое-то время приносит ему лекарство министр, у кого-то в голову придёт какой-то полковник чего-то, какая-то экзема действительно там приносит. Или, например… Помогло, не помогло, главное. Наверное. Наверное. Или, допустим, такой случай, их очень много. У него, у Щёлокова была уборщица в кабинете, а он же сидел на улице Огарёва в кабинете, где, по идее, должен был сидеть… Это здание было построено ещё при Берии. Берия вроде бы там не работала, в этом кабинете. И вот там ещё с тех времён была уборщица, фронтовичка, баба Аня, которая убирала многие годы этот его кабинет. Он даже с ней не был знаком. Она приходила в 7 утра, убирала, в 8 уходила, и всё. Он только оставлял там букеты на 8 марта. И вдруг помощники замечают, что баба Аня какая-то смурная. Они говорят, в чём дело? Она говорит, да вот, запил сосед… Она живёт в коммуналке, сосед запил, жизнь кончилась, вообще невозможно домой приходить. И они говорят Щёлокову об этом. Даже сам факт, что они говорят министру об этом, уже характеризует отношения там. Сегодня же не сказали бы министру, что-то уборщица как-то грустная какая-то, правильно? Выгнали бы, взяли весёлую из «Газпрома». Да. И Щёлоков что делает? Щёлоков даёт ей квартиру. Однокомнатную. Ну, там переезды и всё. Ну, квартиры вообще при Щёлокове, надо сказать, он очень заботился о быте людей, и при нём оперативный состав больше пяти лет не стоял за жильём. Там квартиры давали больше, чем в КГБ. Он был очень такой человек. Он мог человека вызвать и сказать, вы почему меня жильё не бросите? Я же знаю, как вы живёте. У вас 12 человек, вы живёте в двухкомнатной квартире. Мы дадим вам жильё. Вот я сколько жил на свете, я ни разу не встречался, чтобы мне кто-то из начальства сказал, что это вы, Сергей Александрович, плоховато живёте, давайте мы вам поможем. У меня был такой начальник милицейский, мне не надо было, а окружающим точно так же всех устраивал. Ну, вот он был такой человек, он был такой человек, таких примеров очень много, и это, что очень важно, доброта – это не такая просто от башни. А, сейчас позвоню. Нет, надо оторвать, извиняюсь, задницу, сделать усилия определённые, в том числе, ну как с эпизодами, которые мы обсудили, в том числе жертвовать, так сказать, чем-то, и что-то такое сделать. Он был такой человек, действительно. Поэтому его отношение к нему было соответствующее. Теперь продолжаю разговор о профилактике. Важное направление его деятельности. Ведь реформа, настоящая реформа – это всегда вещь комплексная. Это не просто повысить зарплатку какую-то, ведь дело же не в зарплате у милиционера, у того же полицейского, а ещё и отношения определённые к человеку, правильно? То есть, комплексные решения. Так вот, всё, что касается культурного направления, уже ближе к твоей деятельности, при Чёлокове возник милицейский кинематограф. Произошло некое событие аналогичное тому, что произошло в Америке при Гувере в середине 30-х годов. там было следующее, что там экран заполонили вот эти благородные бандиты и мафиози. А Гувер вызвал там продюсеров голливудских и сказал, что это дело надо менять. И вот после этого появился фильм «Джи Мэн», «Говермент Мэн». И мальчишки американские стали играть в шерифов. И появились вот эти дурачки, такая, Чаки Нуррисы, но с точки зрения социальной очень полезные люди. Я бы не стал только отживаться от Чаки Нуррисы. В то время шерифы, они скучноватые люди, но в социальном плане тогда была изменена вот эта система, это была вещь. Он справедливый, он за правое дело всё время, т.е. он для взрослых простоват, непонятно, а ребёнок, когда смотрит, ему всё ясно. Всё правильно. Чёткое представление, всегда ясно – вот добро, вот зло. И то же самое произошло в Советском Союзе, именно при Щёлокове. Ведь до Щёлокова милицейских фильмов, как ни странно, не было. Были фильмы о чекистах, майор Пронин… Дело пёстрых. Были, но очень мало. Ну, вот так, да. Но самый известный фильм и хороший – это был ко мне «Мухтар». Это, по-моему, 1964 год, ещё до него. Но милицейского кинематографа не было. И вот именно Щёлоков становится заказчиком этих фильмов. Они снимают сначала фильм, я не помню, «Рождённая революция» или что-то такое, а потом уже пошли серьёзные фильмы. Сериал про Анискина. «Следствия» идут на такие. «Следствия» идут на такие. «Вся страна смотрела». «Вся страна смотрела». «Вся страна смотрела». Причём здесь пафос – это какое этого фильма, что преступление нужно раскрывать интеллектом, а не мордобоем. Вот этот скучноватый Павел Павлович Даминский, он же людей-то не забивает, правильно? Не убивает. Переигрывает. Народ обучался этому всему. Сейчас парадигма сменилась уже по-другому. Да. Ведь гораздо проще. И сколько этих… Это хорошие… Даже фильм Говорухина «Место встречи» – это авторский фильм. Извини, я тебя перебью. Я скажу следующее, что для тех, кто отправлялся на службу, скажем так, это был решающий фактор. Я вот в детстве смотрел кино, и я хотел быть таким. И когда я на службу прибыл, то вот это вот то, что с детства в голову заложено, ты именно к этому и стремишься. И это, в общем-то, важнейший элемент. Конечно, об интеллекте этих людей речь не только о щёлках. Я говорю, он создал определённую среду. Да. А что «Место встречи»? «Место встречи» – это 79-е годы, авторский фильм Говорухин, но МВД, там, Высоцкий консультировался, ездил, он читал уголовные дела, он изучал там вместе, по-моему, Иларионов, кажется, была фамилия, специалист, уголовный фольклор. То есть, по просьбе МВД он один раз в фильме надел милицейскую форму. Он был из хулиганов, из блатной следы Высоцкий, он не хотел эту форму одевать, чтобы не подрывать свой авторитет. Но они его упросили, он там где-то из Жеглов одел эту форму. То есть, фильм авторский, но всё равно он появился не случайно. Я думаю, это выдумка. То есть, если уж он такой приблатнённый, то мента-то играет за подло, ёлы-палы. А уж если ты там принялся, то какая разница в форме или не в форме. И факт, что вот эта вещь, это говорит об их интеллекте, что они понимали значение культуры. Это верхний слой. А помимо этого шла какая работа? Все отделения милиции с ними заключали шефские соглашения местных очагов культуры. Там, не знаю, цирк, театр, что-то такое. Людям присылали билеты на Новый год, на всякие ёлки, понимаете? Это, ну как сказать, это всё-таки были государственные люди. Они понимали, что если речь идёт о насилии милиции, то бороться с насилием милиции, полиции можно таким образом, вот с этой профессиональной деформацией. Только одним образом напоминать людям, что у тебя человеческий облик, ты не забывай, что ты человек. Что они люди, да. Что вы люди, что вы общаться с нормальными людьми. Я вспоминаю разговор в Туле с одним ветераном уголовного розыска, я его спрашивал, он в 70-е годы работал. Я говорю, а почему ты вспоминаешь время Щёлокова как золотое время? Ведь в то время работать в милиции при Щёлокове стало не проще, а намного сложнее. Требования повысились, если ты вынужден получать образование, тебе меняется обязанность повышать правовую культуру, воспитывать людей, вот эти все вещи, должен быть вежливый и прочее, прочее. Он говорит, а почему? Ну представь себе, вот сижу я в своём кабинете, с утра до ночи бандиты, уголовники, убийцы, светого белого, не видишь. И вдруг звонок из кинотеатра. Лев Серафимович, у нас фильм «Трактирная Пятницкая» сейчас показывает. Можете приехать и выступить перед людьми? Я человек. Я еду в кино, я выступаю перед людьми, общаюсь с нормальными людьми. Знаете, я же другой, я уже не забил кто-то ко мне появляется. Не обязательно же преступник изначально передо мной, правильно? Я был у них в семье, это милицейская семья. Вот это Льва Серафимович. Он сам, значит, сыщик, жена его возглавляла криминалистическую службу в Туле, и дочь тоже милицейская. Они все-таки очень позитивные люди. Я их спрашиваю, а почему у вас тяжелейшая работа криминалистов, все трупы там какие-то постоянные? Она говорит, я три года есть не могла, мясо смотреть. Она очень хотела работать в милиции, но у неё было невосприятие вот этого всего. Тем не менее мы весёлые, позитивные люди. Она говорит, надо чаще общаться с нормальными людьми, ничего другого не придумаешь. Ходить по театрам, читать книжки, вот так вот. И они это понимали. Они понимали. Поэтому человек, который приезжал в Академию МВД учиться на два года, им давали билеты в театры. Бесплатно. У них там был знаменитый зал, куда приезжали опять-таки все эти выдающиеся артисты. Они создали университет культуры в этой Академии МВД, который возглавлял, по-моему, Хачатурян, если я не ошибаюсь. Но преподавали там Михаил Ульянов, актёр, Марк Захаров, режиссёр, художник Галузунов, совершенно разные люди. Вот такой был уровень, опять же говорю, не смехачи какие-то придурки, так сказать. Это высочайшая культура, люди. Там людей учили русскому языку, психологию, вырвать из этой среды. Я тебе приведу пример. Вот у нас есть, например, управление кадров. То есть, то, что было внедрено тогда в нашем управлении кадров, в звании не меньше майора туда прибыть можно было. Образование – у тебя должно быть юридический факультет, ЛГУ. И, так сказать, просто пожелание. Надо иметь разряд по шахматам и разряд по гиревому спорту. Поэтому там вот такие майоры, которые решают… А когда началась перестройка, там внезапно оказались сержанты с улицы вообще. Реформа пошла в другую сторону, к сожалению. Вот, это мы взяли сторону культуры. Я ещё раз говорю, это говорит об их комплексности мышления, что реформа МВД – это не просто повысить зарплатку чего-то. Но надо сказать, что именно при Щёлокове впервые, может быть, в истории люди из прокуратуры стали переходить в милицию, работать. Такого не было никогда и больше не будет. Не будет. Никогда не будет. И Щёлоков создал систему следствия в МВД, куда набрали именно из прокуратуры людей. Они создали… Всё-таки там более считалось интеллигентные люди, более образованные считалось. И они создали такую всё-таки именно среду, более интеллигентную, что ли, в МВД. И вообще использовалась такая вещь, которую сейчас очень полезно знать, что поскольку, в том числе, чтобы бороться с насилием, пригласили людей из других ведомств очень многих, педагогов разных, создали систему профилактики, и в каждом подразделении был зам по профилактике преступлений. То есть, вот по этой воспитательной работе. проводились межведомственные коллегии, допустим, заседание МВД, коллегия совместно с Министерством культуры, совместные какие-то акции из полезного опыта. Это то, что делалось при Щёлокове всё. Вот за эти несчастные 16 лет. И, ну, может быть, самое важное здесь при всём – это кадры, опять-таки. Кадры. Потому что, конечно, в конце всё-таки в 16 лет возглавлял МВД, и время было соответствующее, застоянное, условно говоря. Вот. Ясное дело, что там тины подзаросли, и тыловые подразделения, как обычно, расширились, и всякие штабные. Это неизбежный процесс любой невоюющей армии, что начинает разрастаться вот эти подразделения. А главное, что при Щёлокове работа в милиции стала престижной. Раньше никогда блатных в милицию не отправляли. Их отправляли в органы КГБ. А при Щёлокове – это стала уважаемая профессия. И поэтому стали туда пихать всяких блатных, ну, чурбанов, например. Правильно? Попробуй откажись, если взять Брежнева, предлагают заместить. То есть, ясное дело, что эти процессы стали происходить. Но что касается оперативных подразделений, здесь при Щёлокове были звёзды. То есть, таких в МВД больше не будет никогда. И раньше никогда не было. Можно просто перечислять. Уголовный розыск, мы говорили, карпец. Там, я не знаю, можно очень долго перечислять. Его зам по милиции, скажем, был такой, значит… Шумерин Борис Тихонович, бывший белорусский партизан, тоже с педагогическим образованием. Этот человек обладал… Был высоко талантливый, у него была фотографическая память, он читал документы, сразу мог пересказать этот человек. Это тоже был интеллигент, который никогда не кричал ни на кого. Но генералы выскакивали красные после беседы с ним, если он что-то не сделал. Вот это был типичный кадр такой щёлоковский. Это был очень известный человек, он потом возглавлял совет ветеранов МВД Борис Тихонович Шумерин, один из таких вот звёзд. Значит, вот его кадры… До сих пор, если брать уголовный розыск, до сих пор люди там… Ну, с карпецом уже мало кто работал, например, но они могут сказать, что мы учились у ученика карпеца, например. Вот это очень важно, эта вещь. То есть, таких профессионалов никогда больше не будет. В этом Щёлоков был до последнего очень принципиальным человеком. Ну, мы ж не про закат цивилизации, Сергей Александрович. Будем надеяться, что будут когда-нибудь. Обязательно, да. Именно по профессиональным признакам. Это, значит, что касается его реформаторской деятельности, и я беру на себя смелость утверждать, всё-таки я историей немножко занимался МВД, что таких аналогов не было больше в истории. Хотя МВД возглавляли знаменитые люди, как Столыпин, например. Или там Лорис Мельников. Или… Или Берия. Ну, Берия – это была его не основная работа. Или первый Кочубей, который был создателем системы, Виктор Кочубей, друг Александра Первого. Вот. И вообще… Или Дивиер – португальский еврей, между прочим, которого Пётр Первый назначил. Нет? Система министерская возникла в 1802 году. Мы говорим о министерской. Это мы вырежем. Можно не вырезать, но тогда были коллеги, насколько я понимаю. А сама министерская система была создана в 1802 году. И МВД до революции – это же было основное ведомство, которое решало практически все вопросы. Губернаторы были чиновниками Министерства внутренних дел. Оно решало от рекрустского набора, создание ветеринарной службы в МВД появилось. Задачи серьёзные. Всё на свете. Даже, кстати, полицейские функции они не всегда исполняли. Одно время даже было специальное министерство полиции. Но МВД – это было всё. Но при том, что звёзды возглавляли Столыпину, для него всё-таки он не занимался именно реформой МВД. Но если мы говорим о преобразованиях, то щёлоковское время просто сравнить не с чем. И до сих пор, если что-то там шевелится до сих пор, это во многом оттуда… Сколько преступлений предотвратили вот эти фильмы, о которых мы говорили. Было время, когда казалось, что милиция вообще куда-то исчезла. А эти фильмы продолжали работать. Сколько миллионов людей, преступлений это всё дело пресекло. Теперь мы, может быть, скажем о криминальной стороне. Вернёмся. 9 – значит, что… Говорить объективно, например, о нём есть. Это было… Что было, с моей точки зрения? Было то, что это крупный советский чиновник высокого уровня с определённым доходом. Что существовало? Ты отовариваешься в 200-й секции ГУМа. Тебе дают правительственные кремлёвские пайки. Один кремлёвский паёк, как мне говорили, давал возможность жить в семье из четырёх человек, допустим, пару недель. Ему полагалось два кремлёвских пайка в месяц. Выезды за границей. Высокая зарплата. Он входил в число трёх наиболее оплачиваемых людей в стране. Это с доплатой воинские звания. Это Щёлоков, Устинов и Андропов. Он получал полторы тысячи рублей в месяц. Это огромные деньги. При том, что, естественно, там ещё… Плюс в МВД существуют разные цеха. Там свои пошивочные цеха, свои ювелирные мастерские. Да всё на свете. Там людям ничего не надо воровать. Ничего не надо воровать там. Он и не воровал ничего, ему в голову не приходило. Мы ещё скажем об этом. Естественно, там государственная дача. Ну, это не его дача, это государственная дача. Что ещё? Ну, квартира, понятное дело. Дети, ясное дело, тоже не на улице. И дети тоже не рабочие, а учатся в хороших вузах. Вот этот набор таких благ у него был, естественно. Но его же не в этом обвиняет Щёлокова. Он говорит, что он был какой-то коррупционер, какой-то вор, понимаете. А что послужило триггером, так сказать, спусковым крючком? С чего всё вообще началось? С чего началось? Со следующего. Известно, что были непростые отношения с Андроповым, у Щёлокова. И поэтому в современных фильмах это всё так трактуется. Вот Щёлоков, Андропов. Щёлоков какой-то конкурент Андропову. И когда Андропов пришёл к власти, он тут всё это и отыграл на нём. Ну, в чём-то это верно. Но, во-первых, каким конкурентом Андропов и Щёлоков не было. Потому что МВД и КГБ – это совершенно несопоставимые по политическому влиянию структуры. Даже говорить не о чём. Конечно. Андропов член Политбюро. Более того, член Большого Политбюро. То есть, он входит в число шести человек, которые принимают кардинальные решения, вроде вторжения в Афганистан или что-то такое. Щёлоков всего началось член ЦК КПСС. В сотку, например, входит. Что с Брежневым знаком? Фаворит, как говорят. Начиная с какого-то момента, там не фаворитов, по-моему, в окружении уже и не было. И его влияние объяснялось вовсе не этим, не тем, что он фаворит, а просто, что он умел работать. Он умел составить документ, получить всякие экспертные оценки, провести эксперименты в регионах, дать научную базу, выйти в Политбюро и получить нужные решения. Многие решения, кстати, так и не удалось ему пробить. Ну, скажем, следствие, допустим. Во все века идут борьба за следствие. Кому в какое ведомство отдать следствие. Потому что у кого следствие, у того и, соответственно, и тапки. Правильно? Важнейший рычаг, да. И поэтому, кстати сказать, его конкуренты всегда ли они его смотрели. Когда Щёлоков перетащил в МВД следствие, по-моему, по делам несовершеннолетних, это вызвало там возмущение в прокуратуре и в других органах. Что-то такое. А как бы он к нам ещё и убийство к себе не перетащил? Что-то такое. Вот. И, скажем так, его конфликты с Андроповым были очень сильно привлечены. Почему? Потому что это всё входило в правила игры. Андропов же не был царь и бог тоже в своём верности. Конечно. Это был человек, со всех сторон облеплен. У тебя с одной стороны Цвигун, друг Брежнева, столетний, а с другой стороны Ценёв, ещё и родственник Брежнева. Правильно? Ты с всех сторон окружён людьми. И Андропов был крайне осторожный бюрократ и чиновник. Он до трусости даже. А Андропов, скажем, после смерти Брежнева и Андропов до смерти Брежнева – это разные люди. Вообще, можно так сказать, забегая вперёд, я скажу, что миф о Щёлокове коррупционере – это как бы оборотная сторона мифа об Андропове как борце с коррупцией. Андропов не был никаким борцом с коррупцией. То, что сейчас сказки рассказывают – это для бедных, для непосвящённых. Андропов возглавлял КГБ за всё время пребывания Брежнева у власти. Что важно подчеркнуть, потому что часто люди спрашивают, ну, допустим, Щёлоков был приличный человек, а почему же МВД-то не боролось с коррупцией, с первым универмагом, которым сейчас так обожают фильмы снимать, с этим Елисеевским магазином, где Щёлоков постоянно чего-то там крышует. Граждане не совсем понимают, что это значит. Советская система не понимает, что милиция в первом универмаге, где отовариваются первые лица страны, ничего крышевать не может. Там они получают продуктовые заказы, в лучшем случае, на праздники, там участковые, например. Что там плотно под органами это всё сидит. И органы же там и отовариваются. Но это не для посвящённых это всё снимается. Для совсем непосвящённых был анекдот, загадка, советская загадка. Почему так мало в продаже бобровых шапок? Ответ – бобров стреляют постоянно, а партийных работников в последний раз отстреливали в 1937-м. Через это шапок не хватает. Ну и чтобы вот их не отстреливали, как раз милицию от этого дела и отодвинули, чтобы воровать безопасно было. Да, к сожалению, мы говорим о человеке, которого отстрелили фактически. Да. Вот. И в советской системе органы борьбы с коррупцией были кто? Понятное дело, что термена не было, но мы говорим современным языком. Это госбезопасность с одной стороны, прокуратура и так называемая партийная разведка. Это был такой административный отдел ЦК, который возглавлял такой загадочный, человек Савинкин, 19 лет возглавлял. И после Андропова даже. Это человек, который, говорят, даже Андропов опасался, потому что туда стекалась информация со всех спецслужб, они курировали КГБ, он пересидел Андропова. Вот эти люди могли бороться с коррупцией, а милиция занималась уголовкой. Если где-то засвечивался член партии, там секретарь райкома какой-то, всё от винта, передавай дело туда и до свидания. Милиция же не имела прав прослушивать разговоры даже по телефону, даже уголовных авторитетов, не имела права скрытного проникновения в жилище. Это всё отдавалось в то время, отдавалась, была прерогатива КГБ. Если ты хотел прослушать авторитета уголовного, ты пишешь туда заявочку, они это прослушивают, потом тебя вызывают, ты приходишь в специальную комнату, тебе дают текст, где уже вычеркнуто там что-то, и вот люди читают. Вот так это была работа устроена. За исключением тех случаев, когда милиция работала по прямому указанию высшего партийного руководства, были такие случаи. Например, в 1972 году именно МВД в Пещелокве занималась разоблачениями в Грузии, в результате которых Шеварнадзе пришёл к власти, министр внутренних дел. Это всё проводило МВД. Ну или другие были случаи. Но опять-таки это только по указанию партийного руководства могло быть. Честно говоря, подобными вещами не интересовался. Я с 1992 года служил, там уже всё было. То есть, все спецподразделения, которые проникали в жилище, слушали, смотрели, всё это уже было в наличии. Тогда была такая система. Но при этом милиция входила в эти группы по раскрытию преступлений, по борьбе с хранением. Они всегда входили. Когда говорят, что прокуратура что-то расследовала в Краснодаре или где-то. Чего-то забывают, что КГБ и прокуратура могут возглавлять эти группы. Правильно? Но работа – это всё равно менты. У них агентура, у них вся работа. Многие граждане тебя просто не поймут. О чём вообще речь идёт? Речь, попробую пояснить для непричастных. Речь идёт о том, что милиция занималась уголовщиной. Уголовщина – это значит воровство. Под коррупцией тогда понималось вовлечение в преступную деятельность членов КПСС верхнего эшелона и руководителей руководства регионов, предприятий и прочее. Это именно были члены коммунистической партии, достаточно высоко поставленной. Вот под них копать, так сказать, мог только КГБ. А потому что КГБ имел возможность накапливать. Им тоже запрещалось, кстати сказать. Да, так точно. Им тоже запрещалось собирать информацию на партийных чиновников. Просто было запрещено, но они имели возможность накапливать. Как бы случайно у тебя прошла информация где-то, ты в сейф положил до лучших времён. И хотя им было запрещено копать на партийных работников, но почему-то Юрий Владимирович Андропов, когда ушёл в СКГБ в 1982 году, он уже последний год работал в ЦК партии, он что-то по телефону никаких разговоров не вёл, тут же бросал трубку. Поэтому если брать… А кто ему звонил? Горбачёв, например. Этому надо было трубку бросать. Описывали такой эпизод, что Горбачёв, когда перебрался в Москву, звонит Андропову и говорит, Юрий Владимирович, вот меня перевели работать, я хочу встретиться, обмыть это дело как бы здесь. Телефонный хулиган, телефонный хулиган. Чур я. И Андропов ему говорит, судя по… Андропов ему говорит, говорит, Михаил. «Ты свои штучки провинциальные, так брось, я не успею выйти, а уже будет доложено, что…» Колхозник, блин. «Политбюро встречается между собой, запрещёно, не одобрялось, так что всё, оставь эти штучки свои провинциальные». И положил трубку, всё, не общался с людьми. И вообще Андропов, известно, когда к нему приезжали в комитет люди, Устинов, он считал нас его хорошим знакомым, заходил в кабинет, поздравил с днём рождения. Андропов тут же открыл двери, зазывал своих заместителей, иначе заговоры, что-то такое. Он был крайне осторожный человек, вопреки о том, что сейчас там рассказывают об этом, он, судя по воспоминаниям Медведева, охранника, не этого Медведева, а того Медведева, который Брежнев охранял, Андропов никогда Брежневу даже напрямую не звонил, он всегда звонил в приёмную. Аккуратно, да. Аккуратненько, а мало ли ты попал под другое настроение. Как, Леонид Ильич, как настроение? Вас соединить? Он занят, но может быть вас соединить? Нет, нет, я подожду. Да зачем? Всё работает. Он настолько был осторожный. Ведь у Андропова была такая антибиография для партийного чиновника. Он не из рабочих, не воевал, сын судимый дважды. Неплохо. Там что интересно, у руководителя, у него был сын судимый дважды, а у его заместителя Цвигуна сын был просто уголовник. Там что интересно, у тебя руководители спецслужб, только на подбор. Маккаринки, блин. Я об этом узнал в Туле, что сын Цвигуна, он туляк Цвигун, это от первого, может, какого-то брака, это был уголовный какой-то бандит по кличке Шестёрка. Обидная кличка. Вот этот самый парень… У такого авторитетного отца. Да, и вот этот парень Цвигун младший, он там постоянно попытался на какого-то воровстве, его менты отпускали. Но наконец-то он кого-то прыгнул ножом. А местные опера, они уже завелись, они его держат. И в результате Щёлоков приглашает руководителя ОВД, значит, тот приезжает в Москву, заходит, мне рассказывала дочь вот этого руководителя ОВД, он заходит в кабинет к Щёлокову, а там сидит Цвигун. И Щёлоков говорит, вот несчастный отец, вы должны что-то сделать для сына. Вот так, а тот говорит, человек принципиальный был, туляк, это тоже характеризует отношения там руководственные, не просто сделаем, всё забудем, там всё… Да, он говорит, вы знаете, он вот уже пырнул человек, значит, он кого-нибудь убьёт, это всё-таки в какой-то момент нельзя оставлять. Вот. Ну и короче говоря, он уехал, в результате они отмазывали его каким-то другим способом, но факт тот, что менты сказали этому Шестёрке, чтобы он убрался из Тульской области, он куда-то там уехал в среднюю матч. Вот. Ну, получается, значит, у Андропова его замы дети были уголовники. Ну, вот мы сейчас об Андроповой, плюс, то есть, у него такая антибиография фактически, нетипичная для… у него даже высшего образования было какое-то мутное, какое-то там партийное, и с национальностью не всё традиционно. Порядки, да. Для этого времени. Вот. Поэтому Андропов держался на Брежневе. Вот. У него были качества, там, волевой был человек, не откажешь, человек способный принимать какие-то решения, там, он в Венгрии себя показал, да. То есть, в принципе, он с их точки зрения был на своём месте, да. Но это был человек крайне осторожный. Какая там борьба с коррупцией? Крайне осторожный. Всё выверено, всё взвешенное. Вот он был такой. Поэтому, если говорить об ответственности за борьбу с коррупцией, то пресс, прежде всего, туда. Если у вас вопросы по первому гастроному, то не к Щёлокову, который там якобы что-то крышевал, а к тем сотрудникам органов, которые были прикреплены, которые всё это знали, и куда они смотрели. А смотрели они, естественно, в рот Леониду Леичу. И когда возникла необходимость свалить Гришина, все заорали, там, первый гастроном свалили и забыли. Вот и вся история. А Щёлокову вообще ни с какого боку. Это просто такой пример. Здесь. Вот. И, короче говоря, вот этот конфликт условно между Щёлоковым и Андроповым, а конфликт отчасти системный, потому что между полицией криминальной и политической, во всяком государстве есть конфликт какой-то. Он всегда существовал, они все относились к этому спокойно, это поддерживалось Брежневым, и всё было нормально. Там ни тот, ни другой не были фанатиками. Но потом Брежнев умирает неожиданно, и Андропов приходит к власти. Они этого не ждали. Они знали, что он больной человек, но вот он приходит к власти, Андропов. И беспокойства особо не было поначалу, потому что он же свой человек, он же 15 лет в полицбюро, он не станет шашкой махать. Никто не ждал никаких резких движений от Андропова. И вдруг неожиданно перед Новым годом 82-м следует решение об отставке Щёлокова. Это многих удивило, потому что каких-то слухов о том, что он коррумпированный, они нигде не ходили. Кто-то ходил, а Галли Брежневы, что-то такое, я сам помню. А здесь снимают Щёлокова. А снимают почему так Андропову срочно надо было снять Щёлокова? Потому что КГБ возгорел такой Федорчук. Его, когда Андропова в начале 82-го года взяли в политбюро, то на его место в КГБ, об этом многие забывают, думают, что Андропов так до конца там и был. Нет. В 82-м году Андропова взяли в ЦК, а туда поставили Федорчука, Чека, который с Андроповым был очень плохих. Это не Чека Андропова. Они были, фактически, даже враги, ненавидели друг друга точно. Это Брежнев, Брежнев было решение. Его взяли из Украины, Федорчука. Когда он оттуда уезжал, местные чекисты, говорят, рельсы целовали от счастья. Что этот дуболом, даже по их меркам, дуболома забрали его в Москву. И вот он работал. И поэтому, когда Андропов пришёл к власти, ему нужно было срочно поставить своего человека Чебрикова. А куда девать Федорчука? Ну, конечно, в МВД. Кому ж жалко МВД. Поэтому Щелокова снимают и ставят туда Федорчука этого. А Федорчук ещё нескольких ненужных туда сплавляют вместе с ним, с Федорчуком. Федорчук уже разворачивает вот эту деятельность по борьбе со Щёлоковщиной. А он больше ничего не умеет делать, он только бороться с врагами. И он же не будет заниматься профилактикой преступлений. Я бы, так сказать, глядя изнутри, сказал, что это был просто аппаратный игрок. То есть, он не службу нести может, а внутри аппаратные интриги крутить. Таких тоже очень много кто наверх подливается. Это вообще-то говоря о том, об Андропове как государственном деятеле, что он на такую ключевую ведомство, как МВД, назначает человека, которого сам ненавидит и знает его цену. Мне жалко. Этот человек там устроил действительно нечто страшное. Он разгромил там всё хорошее, что было создано. Он уничтожил там на корню. Систему профилактики сразу всё порубили. В воспоминаниях корпеца авторитетного мемуариста рассказывается о том, как его соратники, сослуживцы, уволенные, неизвестно за что из органов, уезжали и стрелялись. Вот так люди переживали свой уход. Это в 1991 году очень легко далось некоторым товарищам – переключи себе тумблер, вчера ты славил его партию, а сегодня ты бурразиен. Уор космического масштаба. Да. А там люди переживали, они уезжали, стрелялись. Он приводит примеры, как либо чем фар хватает. Дело всей жизни. Потому, что никто же не объясняет, за что тебя выгнали. Просто выгоняют и всё. И начинается... Щёлоков отставлен от должности и начинается проверка деятельности, финансово-хозяйственной деятельности в МВД. А в то время, конечно, любое ведомство бери и сажай там всех. И Щёлоков начинает... Но ещё Суворов говорил, что любого интенданта через полгода можно стрелять. Вряд ли что-то изменилось в людях за 200-300 лет. Ну, а всё-таки, вот я когда про триггер, спусковой крючок говорил, я имел в виду небезызвестное убийство, которое совершили работники, сотрудники Министерства внутренних дел, когда забили до смерти человека из КГБ. Не оно там фигурировало как повод для атаки? Ну, это уже был один из поводов, скажем так. Была такая история, что в, если я не ошибаюсь, в конце 1980-го года произошёл такой случай, когда сотрудника КГБ убили в метро. И возникла вся эта история. Там была такая вещь. В 1980-е год – это 70 лет Щёлокова. И он ограждает звездой Героя соцтруда. Только что завершилась Олимпиада в Москве, милиция отработала хорошо, спадает огромный груз. И он, в общем, на коне. Постоянно идут разговоры о том, чтобы его на какую-то должность перевести повыше. Ему гарантирован на должность зампреда Совета Министров. Но он рассчитывает на что-то более серьёзное, потому что он ближе к полюбюро, скажем так. И все очень ревниво посматривают, поскольку Брежнев уже не ей способен, все очень друг другу ревниво посматривают, как бы кто там не обошёл на повороте. И вот происходит вот этот случай. Происходит следующее. То есть, исчезает сотрудник КГБ. Я не помню, там Астафьев, Афанасьев какой-то такой. И начинается следствие. Поначалу создаётся общая группа. МВД, КГБ и всех остальных. Но когда они находят, где это произошло, насколько мне говорили, просто установили подслушивающие устройства на станциях метро. Эти обалдуя на станции Ждановская, где он выходил, проговорились. После того, как выяснилось, что это сотрудники милиции, ментов сразу отсекают, джекисты начинают всё это дело раскручивать. И выясняют, что там в метро работали люди, которые там грабили, щипали всяких пьяниц и так далее. Органы транспортной милиции всегда считались таким слабым звеном. В то время туда людей в ссылки отправляли. Вот такие там люди работали. А поскольку ситуация нервная, этих людей посадили в Лефортово, в тюрьму КГБ, то менты забеспокоились тот же Щёлоков. Что это такое вообще? И много вопросов. С каких-то пор руководящие сотрудники КГБ после празднеств возвращаются на метро домой. Понимаете, они на машине. И вообще что-то странное. Может какая-то провокация. Может человек ушёл за рубеж, например, а они хотят на них свалить. То есть много вот таких вопросов. И в связи с этим шла вот такая уже острота возникла. Но потом Щёлоков поручил это дело Чурбанову. Чурбанов был его заместителем в то время. И поскольку Чурбанов член семьи, то уже Чурбанов и к ним приехали и доложили, что произошло. Что это менты, вот такая доказуха, всё. На этом весь конфликт кончился. Ну кто будет их, зачем их выгораживать, этих людей. А произошло следующее. Чурбанов возвращался, выпивший с празднества какое-то в КГБ. У него была какая-то коробка ботинки, что ли. Его задержали. Корочек приём не было. Он что-то там повыступал. Его избили. А потом смотрят, а у него корочки-то. Ё-моё, чекисты. Только что корочек не было. Нет, я имею в виду, они не видели, они не знали. А когда посмотрели, что это сотрудник КГБ, они решили концы в воду. На руку. Они его отвезли там куда-то, добили, спятали и так далее. Вот так это всё вскрылось. И возникла эта история. То есть, она была в острой фазе где-то недели две. После чего уже началось обычное расследование этого преступления. Милиция принимает свои меры, они расформировали всё это подразделение, провели воспитатель работу. Но всё как полагается. Занимался следователем всего этого дела прокуратуры был господин Калиниченко Владимир Иванович, который сейчас очень часто выступает с разными воспоминаниями о борьбе с мафией советской. Он в своё время был важняком при генеральном прокуроре, он участвовал в расследовании Краснодарских каких-то дел. Медунов. Медунов. Но он не самим Медуновым кем-то там занимался. Затем он был, в частности, гибель Машера, он был в следствии. Довольно известный человек. И он всячески сейчас уже много где фильмы снимали, рассказывает о том, что когда это всё было, за ним охотилась милицейская группа, чтобы Андропов приставил к нему охрану, группа Альфа она её называет, хотя тогда Альфа никакой не было. И два года он ходил под охраной. Ну, конечно, менты, которые об этом вспоминают, они смеются в голос. Потому что второй человек в государстве, третий, Андропов, курирует раскрытие дела, зная, что якобы там Щёлоков охотится за следователем. Следователь, заметим, никому не нужен. Потому что он оформитель документов, уже всё раскрыто. Он просто фиксирует там что-то. Что не он, так другой. Это смешно. Но Чеку в то время дали возможность это сочинять. Я так полагаю, что это произошло потому в советское время. Я так полагаю, что это произошло потому, что Калиниченко, он как политическая фигура, вылез в какое время? Когда началась борьба с Гдляном в конце 80-х, то хотели противопоставить какую-то фигуру боевого следователя, хорошо говорящего, но прогосударственного такого. Его выдвинули. Ему разрешили рассказывать всё это дело, в том числе про это убийство. И он мог что-то рассказывал. Потом он не потянул, как антик Гдлян. Потому что Гдлян как политик более талантливый был. Я даже одно время присутствовал при их бодании, в дискуссиях. В одни ворота он его забивал Гдлян. Но Чеку уже рассказывал много чего. И вот фактически этот Калиниченко с того времени и является главным распространителем вот этих легенд о Щёлокове. Причём фантазия у него человек нелишённой способности, нелишённых знаний. Креативный. Креативный. Очень увлекательный рассказчик он. Но при этом фантазёр, сказочник. И он постоянно рассказывает разное. Но так или иначе он является главным распространителем вот этих лжи, скажем так. Ему за это деньги платят или он энтузиаст? У него это… Инициативник, как это у нас говорят. Инициативник. Просто человек настолько… Само присутствие видеокамер, может быть, журналистов, настолько мотивирует на какие-то творческие… Возбуждает. Возбуждение, да. Но над всем этим можно было бы посмеяться. И я в своей книге его особо-то и не трогал даже. Но просто это уже, так сказать, возмутительно. Почему? Человек распространяет это враньё. Человек не имел никакого отношения к следствию над Щёлоком. Он абсолютно не в теме. Никакого отношения. Он даже не знал до последнего времени, что не было дела в отношении Щёлокова. Он ни в чём не обвинялся. Он даже этого не знает. Но он везде рассказывает о том, что Щёлоков якобы создавал какие-то группы из малолетних преступников, которые наводили убийц на антикваров, воровали какие-то ценности, относили Щёлокову. Чего там только не рассказывается, всякая бредятина. На антикваров обычно наводят другие антиквары. Да. И украденные несут этим самым антикварам. Это ничем не обосновано. Он практически в одиночку всё это распространяет. И почему это так происходит? Потому что семья деморализована Щёлоковых. Потому что покончила с собой его жена. Сначала застрелилась, мы об этом рассказываем. Застрелился он. Уже написав книгу, я узнал, что у жены его ещё и мать повесилась. Понимаете, там с семьёй поступили так, как в 30-е годы мало с кем. Мы поступали с этими людьми, просто танк проехал по семье. Сын, его там отовсюду исключили. Были какие-то покушения. Вот его сын, комсомолец, который занимался вот эту должность. Ну, это зависть человеческая. Просто с Игорем Николаевичем он много чего хватил в своей жизни. Всё окружение Щёлоковых было либо уволено, либо деморализовано, либо что. Там некому было за это всё заступиться. Поэтому ври не хочу. Вот сочиняй эти байки, ври не хочу. Страшно. И плюс к тому, не было расследовано вот эти обвинения. Я очень много разговаривал с людьми, которые работали вместе со Щёлоковым. Вот человек знал, что Щёлоков, допустим, не брал никакого антиквариата. Но он же не знал, как там с мерседесами, как там с чем. Он просто не знал. И, кстати сказать, раз зашёл разговор, я каким образом действовал. Ну, хорошо, обвинение, что он брал антиквариат. Воровал, да? Я узнаю, кто в то время занимался антиквариатом. Меня называют Дмитрий Николаевич Медведев опять у нас. Мои фамилии популярны. Были люди с фамилией Медведев, которые занимались приличной деятельностью. Вот. Дмитрий Николаевич Медведев. Это ныне живущий, слава Богу, человек очень известный, очень авторитетный, очень порядочный. Он был создателем всей линии борьбы с незаконным оборотом антиквариата. Он создавал это подразделение в конце 70-х годов. Это элитный вот такой сыщик, которого направляли на все эти деятельности. Вот. Он это создавал. И это он организовывал первые выставки изъятых ценностей. Он. Это их книги «Корпица». Пишется, он его с уважением характеризует. Вот я встречаюсь с Дмитрием Николаевичем. Я говорю, Дмитрий Николаевич, Щёлоков или там его жена или кто-то, они что-то брали с этих выставок? Тот говорит, слушай, ну какой бред сивые кобылы. Для чего выставки стали устраиваться прищёлоками? Именно прищёлоками. Чтобы показать свою работу, что мы не зря хлеб едим. Вот смотрите, мы ценности изъяли. И человек хочет что-то украсть, зачем ему это с какой-то выставки красть? Показывать. Мало ли там возможностей что-то такое… Это и это не оформляет. Конечно, это вообще не для этого. Туда водят руководители страны и привозят. Вот смотрите, мы что изъяли. Привозят студентов. Музеи тогда создавались. Вот как мы работаем. В Центральном музее МВД в Москве на улице Сущевской там есть уникальные экспонаты. Я очень люблю там бывать. Там собранные прищёлоками. Там, допустим, стоит механизм, созданный вот этим знаменитым фальшивомонетчиком Барановым. Вот он сам в сарае придумал делать деньги. Серьёзный человек был. Серьёзный человек. Когда ему сказали, что ты подделываешь деньги фальшивые выпускаешь, он обиделся, сказал, нет, это Госбанк выпускает фальшивые деньги. А у меня хорошие. У меня нормальные деньги. Вот это всё там есть, понимаете. Вот для чего это всё делалось. И он говорит, и Щёлоков очень этим гордился, он владел людей, показывал, что как. Он говорил, за все пять лет, что я занимался этой деятельностью, было два случая. Два случая, когда Щёлоков обратился ко мне с просьбой. Ясное дело, что это же всё у следователей, все эти вещдоки, они же задокументированы, он же за них отвечает. Он не может их взять, просто кому-то отдать. Было два случая за пять лет. Один раз Щёлоков увидел Томик Сложеницыным, изъятый у какого-то там жулика, он же его знал. У него глаза загорелись, это же было нигде, он говорит, а этого у вас не было. Вот один случай. Второй случай, ну криминальный очень такой случай, правильно? Ну да. Присвоение. А второй случай, говорит, был следующий. Мы изъяли очень ценную часть иконостасово, очень очень ценную, из какой-то там церкви. И выставляли. И Щёлоков увидел, он же был ценителем, он говорит, а можно у нас в музее МВД это передать? Тот говорит, я не знаю, я не могу, мы должны после окончания суда это вернуть в церковь. Он говорит, вопросу больше нет. Два случая за все пять лет. Какая Галя Брежнева с женой Щёлокова ходили и там в авоське всё сметали? Но об этом даже и разговора нет. Это просто бред сивой кобылы, рассчитанный на идиотов, я не знаю, дебилов и кого угодно. Этого не было и быть не могло. У них вообще не было принято в той среде таким образом что-то зарабатывать. Правильно? У них была куча даже у людей просто других возможностей. Всё устроено было совершенно по-другому. И я когда разговаривал с тем же Калиниченко, я у него дома был, ещё я не был в теме, он мне всё это рассказывает про все эти группы малолеток, про всякую фигню, кто что там воровал, а я ещё не был в теме. Я говорю, объясните мне, это же министр внутренних дел. Зачем это всё? Ну какая величина? Ну ты назначь человека на должность. Толкового полковника. Да нет, ну ты назначь начальником ГАИ в Узбекистане, не надо министром. Тебе фуру с антиквариатом привезут, зачем убивать, воровать и прочее. Да даже просто сфотографируйся с кем-то, визит нанеси. Всё у тебя будет, а он мне говорит, типа оперативные данные, то, что я располагаю, это оперативные данные. Это по нашим сведетям. На всё этот вопрос был, ну это вот оперативные данные у него. Я вот, извини, перебью, обладаю такими оперативными данными, что если начну рассказывать, многие охереют, но по-русски это называется слухи и сплетни, в общем-то. Это слухи и сплетни. Так вот, когда я уже как бы в теме, мне прокуроры сказали, что только по линии прокуратуры было изучено 800, по-моему, 50 эпизодов деятельности МВД. И прокуроры сказали, там любой чих проверяли. Они узнали, что там, скажем, в Питере тогда арестовали, не помню, там кого-то, кого-то сервиз изъяли. И сразу следователь из Москвы побежал, поехал на опознание. А вдруг это Щёлоковский? Они проверяли любой чих. Там копали, рыли на него неизвестно как. Ничего. Ну, ничего криминального. Вот ничего криминального. Есть изъятое. Люди жили, как советские чиновники. Но это не воровалось. Это покупалось. Это, по-моему, или, например, по их деятельности, там Щёлоковых, например. Что ещё? Ну, я проведу пример, например, такой. Я сам расследовал случайно эпизодов, наверное, 15 из деятельности Щёлокова. Просто не прилагая особых никаких усилий. Я каким образом действовал, когда занимался этой стороной? Я нашёл книгу Катусева. Был такой главный военный прокурор, который, кстати, сам застрелился. Это был человек, который как раз написал книгу, где он говорил о злоупотреблениях Щёлокова и Абакумова. Под одной обложкой люди объединили Абакумов – это глава НКВД в своё время и Щёлоков. Это известная такая манера собрать двух людей. И отдельная глава про Малюту с Куратой. И вот там все обвинения в адрес Щёлокова. Там волосы дымом встают, и я шёл по ним, они не доказаны судом, просто вот оперативную данную. Я просто брал эту книгу и шёл к специалистам. Вот про антиквариат я сказал. Я пришёл к человеку, который сказал, что по линии антиквариата полный бред севый кобыл. Во-первых, человек просто не интересовался как таковым антиквариатом. Он никогда его не собирал, этот антиквариат. Зачем? И в четырёхкомнатной квартире антиквариат не был замечен. Не было. Они по театрам ходили. Даже Весневская не заметила антиквариат. Не заметила. Вот. И я брал по этой книжке и шёл по разным людям. И эти же оперативные данные не расследовались. Мне пришлось их расследовать. Вот я покажу пример. Например, меня шокировало. Там на него написано в Катусево. Мы у Щёлкова в кабинете изъяли шахматы янтарные, которые предназначались для того, чтобы подарить министру безопасности ГДР. А Щёлков их присвоил. Я думаю, как нехорошо. Ну, совсем нехорошо. Случайно… Человек, который должен был туда везти эти шахматы. И выясняется следующее. Что, действительно, министру ГДРовскому 70 лет. И Щёлков там приглашает людей. Говорит, что-то надо ему подарить наш товарищ. И кто-то говорит, у нас же там в Калининграде фабрика янтарная. Напряжём нашего там чека и что-нибудь оттуда подарим. И оттуда привозят шахматы. Но не янтарные, а из янтарной крошки. Ценой 3 или 5 рублей. И человек, которому нужно ехать в ГДР дарить эти шахматы, просто взбунтовался. Говорит, мне стыдно это дарить. Стыдно дарить. Поэтому они шахматы оставили у Щёлкова, остались там лежать. И они что-то другое купили и что-то повезли. Вот вся история с этими янтарными шахматами. И там, я не знаю, этих эпизод достаточно много. Я про картину рассказал, что там произошло. Это я не прилагаю особых усилий. То, что лежит на поверхности фактически. Просто я потом понял, что все эти истории не заканчиваются одним и тем же. Это можно бесконечно всё это раскрывать. Потому, что если люди изначально не были жуликами, а если бы он жулик, он бы просто делал кадровые назначения нужные. Ему бы мешками и фурами возили бы все эти деньги. Но в этом его никто не подозревал. Он никогда этим не занимался, ничем подобным. Это по его обвинениям. Но дальше происходит следующее, когда Федорчук начал заниматься его деятельностью. Ломали их по страшному. Я имею в виду, выбивали показания против Щёлокова. В Центральном музее МВД мне рассказывали, что в то время сжигали все фотографии, все документы, реликвии, которые у них касались Щёлокова. Это в 83-м году, когда стали расководить. С металлических поверхностей. Он же очень много вещей дарил в музее. Не знаю, какие там кубки. Стирали с металлических поверхностей от Щёлокова. Вот всей этой фигнёй люди занимались. Вот всё устраняли. Потом доказали, что в музее отдал, подарил. Нету никаких доказательств. Докажи там ничего. Вот такой из библиотек изымались книги не только самого Щёлокова, но даже таких людей, как Карпец. Это было просто действительно какое-то безумие по борьбе с этой так называемой Щёлоковщиной. Выгоняли людей из... Какое-то количество там тыловиков, конечно, надо было погнать. Это понятно. Хозяйственники действительно были, заслуживали того, чтобы с ними разобраться. Вопросов нет. Но гнали вот этот оперсостав оттуда. Такая вещь просто возмутительная произошла с близким Щёлоковым оперативником. Его в психушку отправили. Каким образом? Щёлоков как раз в 1982 году создаёт группу в рамках ОБХСС главку. Он создаёт группу по борьбе с коррупцией как раз. С коррупцией. Её возглавляет такой человек по имени Велена Пакидзе, грузин. Из таких очень-очень правильных грузин. Бессеребренник. Фанат. Это Шаварнадзе Щёлоков порекомендовал. Это такой элитный сыщик, который докладывал даже Брежневу, Косыгину какие-то дела. И вот он возглавляет эту группу. Андром, кстати, знает. Знал об этом. И они за эти 9 месяцев успели реализовать несколько очень-очень крупных дел. В частности, в Грузии они против фальсификаторов и провели серьёзную операцию. Там было самое крупное изъятие за многие годы. Что-то миллионов 7 рублей они изъяли там. Они в Азербайджане нашли фальшивые колхозы. То есть, там были два колхоза, которых не было. Но возглавляли герои соцтруда, которые получали зарплаты там за всех. Потом в Узбекистане, говорят, такие же нашли. И Щёлоков этот материал понёс Брежневу. И последняя или один из последних поездок к Брежневу перед смертью была именно в Баку. Потому что испугавшийся Алиев, чтобы как-то делал, он срочно пригласил, завалил подарками, брошками. Мне перерассказывали, когда они всё спрашивают Щёлокова, ну как же, где наши материалы-то? Вот, говорит, ваши материалы. Брежневу Алиев дарят всякие подарки. Вот такие это были коррупционеры. Они этим занимались. И когда Щёлокова сняли, то эту группу фактически уничтожили. Это говорит Андропов борец с коррупцией. Там человека два или три опера просто посадили. Нет ни что. По выдуманным обвинениям. Потом их отпустили оправданными, этих людей. Там отсидел один, по-моему, даже года два отсидел. Потом просто было доказано, что это полностью фальсифицировано всё. А с вот этого Елены Апакидзе у неё судьба вообще трагическая. Этого человека сначала предлагали разные должности. Он доверенный Щёлоков человек очень. Дай показания. Ты поешь, там, начальник ОМВД куда-то чего-то. Он говорит, нет. Тогда вдруг он исчезает из Москвы. Это мне рассказывает человек из его группы, ныне живущий, генерал, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, человек в высшей степени солидный. Он вдруг исчезает. Через год он приезжает, они его не узнают. С палочкой, без зубов. Ноги не ходят. Мужику 50 лет. Здоровый, красивый мужик. Инвалид. Оказывается, ему кололи сыворотку правды, так называемую. То есть, его сделали идиотом, как в фильме «Кукушка». Выбивали таким образом. Ну, он не идиотом. Он потом работал у Аганбегяна в службе безопасности, что-то такое. Но человека сделали инвалидом. Вот так выбивались показания из окружения Щёлокова. Знаете, о каких оперативных данных может идти речь, если так собирались показания? Это прокуратура здесь ни при чём. Я знаю сыщиков, я их не леню в этом, они этого даже не знали. Но там была другая деятельность. И таких примеров я знаю. Пример человека, генерала очень известного в то время, влиятельного, которого просто избили после допросов. Он, когда разговаривал с этим хозяйственником, говорит, ты врёшь, ты наговариваешь на Щёлокова. Это хозяйственник Калинин был такой у него. Он говорил, что я там по распоряжению всё делал. Говорит, ты наговариваешь, дурак, у тебя же в составе группы пойдёшь и так далее. Сам на себя закапываешь. Ну, посчитали, что человек себя неправильно ведёт на допросе. Он вышел после допроса. Машина. Иди сюда. Он начинает его избивать в машине. Потом видит, что он щупленький, им стало его жалко. Он говорит, слушай, выйди, сплюнь и иди. А мы тут руками помашем. Его жалко стало. А был генерал, которого и Брежнев знал. Вот так ломали людей. У кого-то там детей присоединили. Вот так в таких обстоятельствах собирали на него материал на Щёлокова. Оперативные данные у кого-то там есть, у Калиниченко какие-то. Но собирать не смогли. При этом надо отдать должное, что вот этот Калинин, Виктор Андреевич, который возглавлял хозяйственное управление при Щёлокове, был, конечно, человек, мягко говоря, недостойный и клеветник, который его обвинял во всех смертных грехах, когда его взяли в Лефорту, его посадили, он знал, что от него ждут. Он там писал, 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 писал. Мне сами прокуроры говорили, что мы этому ничему не верили, что человек врет. Ну, и, естественно, возникает вопрос, а как же ты порядочный человек, почему у тебя хозяйственник вот такой? Я со многими об этом говорил. Ну, а мне говорят, ну, время-то вспомни, какое было. Это же хозяйственное управление. В любой структуре ловкий хозяй... доставало тогда хороший хозяйственник, это доставало. Вот ты достань, достань, всё. Ничего же фактически не было. Прямо пойти и купить. Я привожу пример. Снабженец. Снабженец, да. Кстати, знаешь, наиболее зримый пример в финансово-хозяйственных нарушений, которые сейчас красуются в центре Москвы? Здание МВД нажитное. Так-так. Объясню. Объясню. Оно, по-моему, девятиэтажное, а на самом деле оно как бы пяти, т.е. там сдвоенные такие этажи. Сдвоенные этажи. Почему? Потому что оно по документам, им разрешили строить пятиэтажное здание. А они поняли, что им нужно девятиэтажное. И оно получилось так, что оно как бы пяти, но по факту это девятиэтажное. А где ты возьмёшь дополнительные материалы, у тебя же по смете пятиэтажный дом? Ну, где? Ну, надо в область напрягать кого-то, чего-то там левыми каналами и т.д. Это не коррупция. Это серьёзное нарушение. Вот так это всё, вот он сейчас стоит, пяти-девятиэтажный дом. Значит, МВД. И, то есть, провожу просто пример. Я разговариваю с одним хозяйственником, Щёлоковым, человеком, который там отсидел и знакомился с материалами, за что. И там такой факт. Их обвиняют в том, что они, по-моему, там 50 кассет аудио купили где-то там на чёрном рынке, подложили фальшивыми документами и т.д. Потом следствие установило, что эти кассеты действительно пошли в дело. Но я его спрашиваю, а зачем фальшивые документы, зачем жульничать? Он говорит, а где бы мы их взяли? Мне сказали, достань аудиокассеты для работы, записи коллеги, чего-то. Полковник МВД пошёл на чёрный рынок, как в фильме Иван Васильевич меняет профессию, взял эти 50 кассет, подложил фальшивыми этими самыми и отдал в МВД. То есть, там любого бери и сажай. Правильно? А естественно, что люди, которые этим занимаются, они прилипать к их рукам в какой-то момент всё это начинает. Это естественно. Нельзя держать мёд во рту и не попробовать. Да. Вот это не оправдывает, конечно же. Естественно. Тем более, что Калинин – это действительно какой-то мерзавец был. Он уже когда отсидел, по-моему лет 8 или 9 ему дали, он уже освободился, и ему один бывший генерал-лейтенант, генерал-лейтенант в отставке, он его порекомендовал на работу. Уже этого человека. Ему звонят, слушай, кого он нам порекомендовал. Он, уходя, увольняясь, срезал телефон и аппарат, ушёл от нас. Такой. А так этот Калинин, я тогда не могу не рассказать эпизод, который я сам расследовал. Потому что мне довелось почитать материалы следствия, которые милиция не знала, менты не знали. Один человек мне дал спасибо ему ознакомиться с этими материалами следствия. История следующая. Вот этот самый Калинин, хозяйственник, напел следующее, что когда они вместе со Щёлоковым были в Калининграде, то при нём зашёл начальник УВД Калининграда, генерал Соболев назову его фамилию, при нём при Калинине дал Щёлокову пачку денег, и за то, чтобы Щёлоков его забрал в Москву и дал ему квартиру. Вот этот я читал. Прокуроры говорят, мы не реализовали это враньё. И я показываю Соболеву, говорю, я встречаюсь с Соболевым, Валерий Михайлович – это очень достойный человек, он химию возглавлял, генерал-лейтенант, он герой войны, он разведчивый, весь заслуженный человек. Это был очень близкий Щёлоков человек. Я говорю, слушай, поразительно, я только сейчас, я же, говорит, этого мерзавца Калинина устраивал на работу, когда он ушёл из зоны. И он мне объясняет. Я со Щёлоком встречался, говорит, в Москве каждый день. Говорит, ну каким надо быть идиотом, чтобы в присутствии Калинина дать какую-то пачку денег. Далее. Меня забрали из Калининграда в Москву. Забрали этого Соболева, он потом химию возглавлял. Я оставил квартиру в Калининграде, в Москве я 4 года жил в общежитии. Я начальник главка, при том, что в МВД операм давали Соболева. Ну неплохо. Я жил в общаге и получил квартиру только во время Олимпиады, потому что я там курирую много чего. Вот такая должность возглавляет. За взятку, говорит, да? Ну это просто, говорит, неописуемый бред какой силы и кобылы. Вот такую ложь вот этот самый Калинин распространял там. И важно что, не только что он распространял. Важно то, что в то время вот эта самая ложь в форме справок поступала в ЦК и так далее. Вот это недоказанная ложь. Поэтому те люди, которые принимали решения в отношении Щелокова на пленуме ЦК и так далее, вот эту всю фигню они читали. Про Мерседесы, про это все. И на основании этого они принимали решение. В 1983 году Щелокова вывели из состава членов ЦК вместе с Медуновым. Поэтому их фамилии часто ставят рядом. Но их обвиняет только то, что их вместе вывели на одном пленуме. Ничего общего между ними никогда не было. Вот. И на основании справок принимались решения. Увы. И дальше было что со Щелоковым? Значит, вот это продвигается следствие, его там допрашивают, вызывают. Сначала вызывают на допрос, потом умирает Андропов. То есть, получилось так, что Андропов… Я очень долго пытался понять, кто все-таки тот человек, благодаря которому Щелокова добили. Вот казалось бы, ну сняли, заслуженный человек, сняли с работы. Ну хорошо, ну пусть там пенсия. Он уже столько сделал. Что добивать-то? Угу. Тем более, что его жена уже покончила с собой. Это произошло в феврале 83-го года, когда Щелокова отправили в отставку. Начались все эти унижения. Сыны там со службы гонят все эти допросы. Звонки отдать и то, отдать и сё. Ну, они брали в хазут, там, ковёр, там, ещё чего-нибудь такое. Всё, отдавайте. Съезжайте с дачи. И она это всё восприняла. Ну, народ отвернулся. И она это всё так восприняла, что она сострелилась. Щелоков тоже хотел покончить с собой, но, по всей видимости, он остался, чтобы сохранить репутацию свою. Вот он ходил по всем начальствам, одевал ордена, гремел там. Но никому это было не нужно. Короче, Андропов запустил эти процессы. А потом он сам заболел, переехал в ЦКБ. И уже, видимо, он был не до этого. Уже этим занимаются люди типа Федорчука. Говорили до конца это дело. Ну, вот человека, который именно добивал Щелокова, я так, в общем-то, и не нашёл. Я даже звонил Егору Кузьмичу Люгачёву домой. А он тогда кадрами ведал в ЦК. Я говорю, Егор Кузьмич, а почему так вот? Он говорит, я не знаю, этим не занимался, не могу ничего вспомнить. То есть, все люди отнекиваются. Работала, короче, какая-то такая машина. Машина. Ведь уже человек как бы замазан. Ну, кто будет там влезать в чего-то? Люди недееспособные. Черненко уже вообще ничего не соображает. Правильно? То есть, самого бы усидеть. Поэтому, фактически, они отгородились от них. Вот мы вам кинули вот этой жертвой. Щёлоков там замазанный. А мы чистенькие. Мы продолжаем дальше работать в новых условиях. Мы всё нормально. С Брежневым фактически то же самое произошло. Да? Какой-то коррупционер, маразматик, так далее, так далее. Забыли, да? Вот. И с Чурбановым. А мы все нормальные. Кто полезет влезать? Человек ходил-ходил, пытался чего-то доказать, ему все говорят там… А машина работает бюрократически, она продолжает перемалывать. Есть определённая процедура. Сегодня мы тебя исключаем из ЦК партии. И дальше тебе там правительственная награда, вернее, после завтра там может быть из партии и так далее. Вот. При этом идут постоянные обыски там в семьях, это всё давит. Человек любит свою внучку. Он приходит там заниматься с внучкой, а дедушка Апчук там приходили обыскивать. Он уже такой был человек очень. Он понимает, что он уже лишний, понимаете, на этом свете. И поэтому, когда в 1984 году он понимает, что через какое-то время его всё-таки начнут уже предъявлять обвинения в хищениях. Это сложно доказать. Потому, что он же в собственности, если он брал что-то в хазу, например, ковёр, он же не в собственности обращал. Сложно доказать. Но мордовать можно. Достаточно. Поэтому, когда к нему позвонили и сказали, Николай Анисимович, отдайте ордена, за исключением военных. Это совершенно незаконное деяние. Потому, что награды можно у человека забрать только по решению суда. Никого суда естеств не было. Он и говорит, он всё-таки фронтовик, это не Чурбанов, который позволил себя вытереть ноги. Он говорит, ну приезжайте, забирайте. Вдевает свой костюм генеральский. Пишет там записки, отдайте деньги тому и этому. И стреляется. Поэтому, фактически, он остался чист перед законом. Он поступил как мужик. То есть, он остался чист перед законом. Это создаёт условия для сегодняшнего такого. Ну и так закончилась жизнь этого человека. А дальше, к сожалению, эта помойка продолжает работать. То, что тогда наговорили, всякую ахинею. Прошло какое-то время. Дальше чистая политика. Вот этот Калиниченко начал и объяснил по каким причинам. Тот же Катусев, например, почему вдруг он вспомнил о коррупционере Щёлокове в 1989 году? А потому, что съезд депутатов, он главный военный прокурор, события в Сбилиси, демократическая общественность начинает его есть. Надо рассказать о своих заслугах. А заслуг-то и нету. Вся борьба с коррупцией свелась к осуждению Чурбанова, который отсидел за Советский Союз. Мега-коррупционер, да. Да. Родственник Брежнев. Отсидел за Советский Союз. Ну, тут они и начинают рассказывать, как они боролись со страшной Щёлоковщиной, которая, по-видимому, есть такая разновидность Брежневщины. Страшная Щёлоковщина такая. Вот. И вот эти все страшилки рассказывают. Появляются статьи в правде. И вот это все идет, 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 идет. И до сих пор во многом тянется. Правда, конечно, людям все-таки надоедает жевать мочало вот это все. И в последние годы, конечно, другая тенденция появилась. Сейчас все-таки уже появляются материалы нормальные. И фильмы по Первому каналу даже выходил с моим скромным участием. Щёлоков, по-моему, МВД против КГБ или наоборот КГБ против МВД, где люди с чистыми руками подошли, что мне очень понравилось. Они даже переснимали материал очень серьезный после того, как мы с ними пообщались и сняли нормальный фильм без грязи. Сергей Медведев – это известный человек, бывший пресс-секретарь Ельцина, по-моему. Вот. Или тот же фильм Петля Нестерова, недавно вышедший. Там он, конечно, наивный, Щёлоков, но это, по всякому того, что Щёлоков там никакой не коррупционер. И многие люди, его знавшие, мне позвонили и это отметили с радостью, что он там… Конечно, это не Щёлоков. Потому, что там человек, они говорят так, что… Этот человек играет министра, который несет себя… А Щёлоков никогда таким не был. Но его всегда интересовала суть. Его должность не интересовала, его интересовала какая-то суть. Вот. То есть, ситуация меняется, безусловно, изменится. Рано или поздно вот это враньё и об Андропове, как борце с коррупцией, якобы, прекратится. И, я думаю, что всё-таки и о Щёлокове. Потому, что человеку надо памятники ставить за то, что он сделал. Его надо… Это нужно, прежде всего, для пользы дела. И я думаю, почему с этим медленно происходит. Ну, мне кажется, я разговаривал и с чинами достаточно высокими. Министерства внутренних дел, ещё при прошлом министре. Вот. Они все прекрасно всё понимают. Вот. Но у меня такое ощущение, что просто люди понимают, что если на одну чашу весов положить вот ту команду, которая тогда работала… Щёлоков, Шумилин, Крылов, Карпец… Знаете, об одном крылое можно книги писать. Это руководитель академии, создатель академии МВД, который, кстати, застрелился. Люди застрелялись, потому что, встречаясь с чем-то, понимаете, так они были преданы своей работе, что они были способны застрелиться из принципиальных соображений. Крылов с ним, он достоин упоминает, был начальник академии МВД, создатель, который после конфликта с Чурбановым, когда его стал прессовать ЦК КПСС, обвинили его опять-таки в каких-то финансовых нарушениях, которых не было. и заставили его уйти оттуда. Он взял и застрелился. Хотя был мужик 60 лет, с огромными связями, генерал-лейтенант, работаю не хочу. Чего человек застрелился? А вот так вот. Не вынес. И если на одну чашу весов положить вот тех людей, и на другую чашу весов положить наследников, скажем так, это совершенно несопоставимая вещь. Поэтому такое официальное признание, я думаю, ждать придётся нескоро этого дела. Ну, подводя итог, хотелось бы отметить следующее. Во-первых, совершенно очевидно, что человек попал под какой-то внутриэлитный замес. Когда одни пытались отодвинуть от власти других. Ну, совершенно очевидно, кто кого отодвигал. Во-вторых, как-то вот, как это обычно бывает, на фотографии видны уши фотографа. Видимо, этот самый гражданин Андропов, он специфические для страны вещи, начал делать очень давно. И это фактически уничтожение МВД. То есть, в родной стране всегда так, убери вождя, и всё посыпется сразу. Это исключительно толковый начальник и администратор. И предпринятые действия по ликвидации структуры, ну, наверное, имели определённые планы, и уж нет никаких сомнений, что имеют до сих пор известные последствия. Спасибо тебе, Сергей Александрович, что ты такими делами занимаешься и память приличных людей очищаешь от всякого. Ну, а поскольку речь у нас непрерывно шла про Медведевых, хотелось бы вспомнить Дмитрия Анатольевича Медведева, который рассказал, что вот, сейчас вот у нас начнётся профессиональная полиция. Вы же знаете, что было в этой милиции у них. Дмитрий Анатольевич, ознакомьтесь, интересно, познавательно, какая была милиция, какие люди её организовывали, какие там были учебные заведения, какие были учреждения, и вообще настоятельно рекомендую. А на сегодня всё. До новых встреч!